Девушки отдыхают 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 Здесь жить и делать вместе ремонт и спать в краске. Почему в краске? Можно обои клеить. Хорошо, давай, пошли. Пошли поговорим насчет ремонта. Нет, никто не будет ничего разговаривать. Я хочу, что ты занимался делом. Меня бесит, что ты мне постоянно подходишь, целуешь, обнимаешь. Ты так локаешь на меня. Так ты будешь стоять и клеить обои. Понимаешь, делом заниматься. Давай, начнем, давай. Мне кажется, усталость. Переутомление, типа? Конечно. Накопительное. Блин. Хочешь, я позвоню Оксане, скажу? Да не надо. Да что, пускай там она сейчас... Все равно, по-моему, было бы покрасить, по-моему, нет, посорьется все. Мне кажется, она прилетит. А что твоя малышка сейчас хочет Глебу сделать? Кат. Кис моя, ты бед. А, кстати, животненькие не чувствуют, когда человеку плохо и лезут по мочи. Сейчас сядет тебе на лицо. Что-то у меня вообще душит жестко. Что, может, что хочешь? Сока хочешь? Глеб, сейчас такой вопрос поступил, поэтому можешь умирать. Да не смешите его. Саша, это только ты так думаешь. Блин. Я хочу, можно, ему нельзя, мне можно. Волки, волки, я тебе скоро перестану верить, Саша. Лена, а почему валидол нельзя? Почему? Ты говоришь? Ура. Валидол нельзя, потому что вдруг какие-то... Не, просто таблетки не снимают, боль, понимаешь, из него много уходит. Врачу тяжело догадаться, что у него происходит. Не, просто если врач приедет, будет колоть какие-то лекарства, он должен понимать, что... Не, он сейчас давление измерит, первым делом. Так, массажируй тихонечко, так ты его... Дыши. Дыши спокойно. Дыши носом. Нос, потому что дают кислород в мозг, а рот в легкие. И поглубже дыши. Не надо поглубже, наоборот. Неврожденный порог сердца. Я не могу понять, от чего это. Я не могу понять, от чего это. Я не могу понять, от чего. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, 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 заходи, пожалуйста. Представляете, носочек? Вам помочь им там водички, может быть, не знаю. Да, воды из-под крана. Теплая. Не епчь сюда, что-то. Да не хочу, блин, не могу. Не могу. Лежи. Отдохни чуть-чуть. Да не могу уже отдыхать. А чего мне отдыхать? Смотри, ты подумаешь, да. А чего? А ты предложение это делаешь, да? Он меня задолбал, боже. Убейте его. Я не могу уже, Юра. Можешь ли меня отвалить? Тебе же нравится. Да мне уже устало от этого. Реально, я хочу уже чем-то заниматься, понимаешь? Ну, подожди еще рано, Кать. Я же тебе говорил, блин. Подожди хоть, блин, после лобного. Сейчас мы уедем, да. Будешь заниматься. А вот чем заниматься, спроси у него. Чем, Юра, заниматься? Он тоже так с рабыня. А? Что ты думаешь? Че-че-че. Дед. Чем заниматься? Левонта. Любовью. Левонта. Что, вы не пошли, что ли, кушать? Не пошли мы кушать, потому что мы питаемся святым духом и поцелуями. И нам не надо есть, строить. Ну, просто главное, балдахин и кровать, чтобы было. Ну. Да. Что, да. Это тоже немаловажно. Здравствуйте. Можете с вами поговорить? Можете? Что случилось? Можете мне объяснить? Нету сердца, наверное, такого нету. Нету сердца? Все нормально? Да, все нормально. Не надо никуда его класть, там, в больницу, может быть, или здесь, там, прописать какой-то, не знаю, режим. Скоро это не выписывают, конечно. Надо обследоваться полностью. Надо обследоваться, да? А с чем могут быть связаны эти проблемы? Межреберная невралгия у него. А из-за чего? Из-за нервов? Ну, это не совсем из-за нервов. Ну, типа начальное явление у стухандрола. Ты себя как чувствуешь? Да сейчас нормально. А что у тебя произошло-то? Да просто сидел у Ахи в комнате, раз, что-то начало. Сердце колоть? Ну, я думал, сердце, ну, вот тут где-то. Вот здесь вот, да? Да. Начало тянуть. Я думаю, пойду витамины попью. Сел за стол, сделал себе витамины, сижу пью и понимаю, что у меня, короче, Ты из-за кого нервничаешь? Ты из-за Алины? Давай сядем, поговорим пока. Перенервничал из-за чего? Из-за кого? Из-за Алины? Да так, просто дела сердечные. Ну, я понимаю, что дела сердечные. Хорошо, что ничего серьезного, но все равно обязательно обследуйся, чтобы все было в порядке. Но на ровном месте, понимаешь, не колет ни в каких местах. Из-за чего ты переживаешь? Так, потому что, как бы, не очень хорошо там, как-то, проявляю. Немножко запутался, просто, и не могу там, да, забраться. Перед грязкой неудобно, что ее мучаешь, или... Ну, перед Оксанкой вообще неправильно поступил. Человек еще на лобном месте был, по козлячу. Начал размениваться, как бы-то. Так, это понесло меня не в ту сторону, как бы, и... Ну, в общем, поступил, не очень по-мужски, не очень красиво. Сегодня хочу реабилитировать. Сегодня хочу реабилитироваться. Может быть, это происходит только потому, что Алина тебе дала отоворот-поворот? Да это тоже, как бы, в том числе, как бы. Да и вчера вечером она, там, уехала, как бы. Она со словами, что все, все, она никогда так не говорила, что все, там, уезжай, как бы. Я найду себе другого. Она вчера как-то уехала. Вот, когда вчера с ребятами сидели, как раз, блин, Алиса реально уйдет, как бы, Алиса реальнее не будет. Так, это в комнате как-то так тихо, непривычно. Ну, не знаю. Ну, то есть, получается, за тебя принимают решения девушки. Если бы Алина приехала к тебе и начала бы строить с тобой отношения, да, и проявила симпатии, то бы ты был с Алиной. Но Алина выбрала теперь Самсонова. Если бы Рязка тебя не выгнула и сама бы не уехала, грубо говоря, вчера вечером, то ты бы так и не понял, что она тебе нужна. То есть, за тебя принимают решения девушки. Разве это правильно, Глеб? Ты-то сам чего хочешь? Нужна тебе Алина. И есть у тебя с ней флюиды, как ты вчера говорила, на лобном месте. Борись, отбивай ее у Самсонова. Я все-таки думаю, что нужно попробовать подойти по-другому, как бы, и попробовать отношения с Оксаной. С Оксаной? Ну да, она как-то вроде своя уже, моя уже как-то. Ну, я не хочу очень, чтобы ты с ней строил отношения только от твоей безысходности. Если ты понимаешь, что это не твое, но лучше тогда будь один. Либо, если ты понимаешь, что ты готов и хочешь попробовать строить отношения, то сделай что-нибудь приятное, наконец-то, уже для этой женщины, которая, как бы, уже вытепляла достаточно от тебя. Готов. Хорошо? Да. Ладно. Ну, что там? Не подскажете? Это так вот сердце мое твое. Кардиограмму твою по телефону передают. Я тоже в шоке. Вот такая ты тебя, понимаешь, как кардиограмма. Занудная вот такая, смотри, стонущая. Понимаешь, вот весь ты. Я в любви. Послушай, никакой любви в этой кардиограмме нет. Поток мытья нереального. Алло. Давай-ка уже, переключайся. Сегодня все жители Поляны приехали в гости горожанам. А с ними и Катя и Юра, которые уже на правах городских жителей выбирают жилье и планируют ремонт. Оксана Рязко, обиженная вчера на Глеба за его несерьезные к ней отношения, с утра уехала по делам и пока так и не появилась. У Глеба тем временем разговора с Алиной не вышло. И он так переживал из-за испорченных отношений с Оксаной и Алиной, что ему даже пришлось вызывать скорую помощь. Алина тем временем с удовольствием проводила время с Алексеем Самсоновым и даже посвятила ему свою презентацию. Ребята, я у вас на проекте совсем недавно, вы меня плохо знаете, да, совсем ничего обо мне не знаете. Но за эти два дня в моей жизни произошли очень большие перемены, вот, о которых я не могу сказать просто словами, поэтому я выражу это в стихах. Особенно эти перемены затронули одного человека. Это Алексей Самсонов. Смотрела на тебя с экрана и думала, что ты Альфонс. Кругом богатые девчонки. Машины, деньги, пафос. Не жизнь, а хаос. К воротам подъехала одна, затем другая. Квартира, домик в Дубае. Я понимаю, все красиво, может так и надо? А как же чувства, парень из Волгограда? Теперь я здесь сижу и наблюдаю, смотрю в его глаза и таю. Я ошибалась в нем. Я так хочу с тобой быть рядом. Алеша, на белый танец приглашаю. Таю. Приглашаем все семейные пары. Нормально, молодец. Братан, нужно просто понимать элементарно. В нашей жизни входят люди, которые нам дают понять одно. Что можно любить только себя. Че ты, Боффик? Я опять буду вашей мерить. Да? Ты завязывай давай. Че? У меня жестко нервы святают. Да ты вообще раздельничаешься, хорошо? Че нервничать? Последняя шесть в твоей жизни. Че ты начинаешь-то? Че-то не уважуха. Конечно, не уважуха. Любая, это было очевидно, правда. Ничего. Че-то не уважуха. Танцуешь. Да, мам. Че-то не уважуха. Че-то не уважуха. Ой, Кольточка. Как? Не читай? А я звук стирал. Вот, вытащишь? Где-то они, где-то галень попоет. Все хорошо. И скажите больше. Настройки обсуждали. Типа, Лех, как ты ее завалек? Словно, я ничего не делал. Просто казалось, что мне нравится. Я хочу, чтобы она ехала на городские квартиры к дебу. Я сказал, ну ладно. Я тебе нравлюсь. Она ему, да? И все. Все просто. Никаких ухаживаний. Никаких подарков. Никаких цветов. Да. Никаких. Никаких. Чувствуешь себя использованным? Что-то плохое. Поэтому нельзя слишком глубоко проникать, понимаешь? Какие-то симпатии. Ну, загоняйся, будь бам. Что-то плохое. Что-то сломался. Завязывали. Что? Сломался. За чего? Да, просто за все. Сломался. Что сломался так? Слабенький, Асаня, походу. Не слабенький, просто ты понимаешь? Ты человек, который еще верит в хорошее. Понимаешь? В доброе. Которому хочется тоже по отношению к себе. Такого же хорошего отношения, которое ты... Проявляешь к девушкам. Каким-либо. Жизнь-то одна, понимаешь? Здоровье тоже у нас не вечное. Ага. Завязывали. Ой, я как кот сейчас прошу. Ага. Гратарься. А чего вы ушли-то? Ага, обиженные. А что, меня бросили? Потом Глеба. Фигняально. И сейчас. А все, мы уже... Погазуху устроишь. Целуй было, потом заселены было. И теперь это, осталось только год. Все, одного пристроили. А ты что, злая? Что, злишься, быстро говори. Это он мне бородой натер. Бородой. Ой, нифига себе, ты ее натер. Я натер. Я натер. Я натер. Все, и я натер. Классники, мои пушистые, малыши, ты че? А почему я за тебя сейчас вставать должна? Три белого дня. Ты че, у нас со мной царство, что ли? Цвета хорошо покрасили. Красиво. Красиво. Цвет красивый. Цвет красивый. Он блестит очень хорошо. Спасибо. Мне очень нравится. Давай уходи. С его логово ползай. Че, Глеб? Ничего, скоро с ним приезжал. Да ты че? У меня сердце мулькинуло. Боже мой. Ничего, опрокинул. Переживал, что сегодня резко, а везде не было. Так они были понятны. Они уже аппрезентацию делали для Леши. Говорят, в моей жизни за эти дни так прошли какие-то изменения. Леша, это ты. А Глеб в первом ряду сидит. Так я не удивлюсь. Они вчера в зал ходили. А в зал уже там? Я не думала, что в зал. Я просто не ходила. Леха говорит, она меня физически тянет. Я говорю, ну понятно, на разок. Мы сидим с морем, а со стороны прям Ковалева со стороны. У вас тоже такой? Я, короче, вся такая на лобном сижу. И что-то так поднимаю из-за глаза. И вот у нее как-то вот так вот скулы идут. И вот этот вот такой прям ядрено-белый цвет. И я такая, слушай, как Настюха. Ну дайте с вами подпочиваться, пожалуйста. Поцелуешь Глеба? Глеба? Щечку. Щечку, конечно. Слушай, он хороший. Глеб прям заяка. А Глеб? Алин, ты хочешь поговорить с Глебом? Глеб, ты хочешь что-то? Нет. Спасибо, Алина. Мне кажется, вам лучше. К Лехе пойти. Странно. Ну что это? Слушай, с тобой есть девочка рядом, которая тебя любит. Сыни это. Не переключайся больше на ней, понятно. Проблема сейчас не в том, что сейчас девочка, не девочка. Я тебе говорю, у нее сейчас на душе творится, понимаешь, полный беспредел. Он не понимает, куда сейчас идти, куда сейчас двигаться, что он хочет. Потому что, да, в какие-то моменты его с Оксаной не устраивает, согласен, не устраивает ему то, что сейчас Алина происходит. Ему сейчас просто плохо, понимаешь. Ему просто сейчас говно внутри. И чтобы это говно уйти, нужно, во-первых, ему выключиться, выговориться, просто полностью опустошиться, полностью ему нужно сейчас это все, понимаешь, избавиться от этого. Нормально, ему даже уже врачей вызывали. Это что, нормально, что ли? Потому что он в себе держит. Он в себе держит это и на сердце давит ему это. Вот именно, я об этом и говорю, что не надо вообще расстраиваться. Было бы за кого. Анна, это легко говорить, когда ты не испытываешь то, что он испытывает, понимаешь. Мы гораздо советовать, а ему это неприятно. Левушка, не расстраивайся. Только не плакай, пожалуйста. Глеб, клубника, сегодня вместе со всеми смотрел выступление Алины, которое девушка посвятила Алексею Самсонову. Спокойно наблюдать объятия Алины и Леши Глеб не смог, ушел из кафе и долго не мог успокоиться. Саша Задоинов и Катя Клесниченко на данный момент проживают вместе. Однако Саша не скрывает, что ищет себе девушку. Красиво. Красиво. Красиво, стройная стомат. Кубка, вы пример. Аналогичная, как Клесниченко, только должна готовить, убирать. И она же из-за этого с тобой не готова. Клесниченко, понимаешь, у нее есть большие дефекты фигуре, которые я бы подкорректировал, например. У нее попа маленькая. Дефекты фигуре. Маленькая попа у нее. Я хотел бы прям, чтобы она... Орех был? Орех? Как у ряски? Нет, это через чур. Это через чур. Вон, ряски. У меня орех. Ну, хорошо, фигура. Дальше что? Харизма. Обязательно, чтобы от ней было о чем поговорить. Она умела флиртовать, умела кокетничать со мной. Короче, здесь все. Да, ты прямо на свою шляжку. Ну, реально. Сайт задумается. Дальше что? Нет, подними сюда чуть-чуть. Знаешь, жизнерадостная. Ты что, твой? Чтобы я на нее смотрел и сам умилялся просто. Нет, мне жалко сейчас Каську. Смотри, получается, все равно, я вот уверена, что она чисто по-женски, она хотела быть с Сашей. Она хотела быть с ним, она восприняла, это, знаешь, как, ну, некий такой шанс побыть, быть с ним. У нее шанс, в принципе, был в этом быть со мной. А, у нее все-таки будет шанс быть таким Аполлоном. Ты знаешь, я тебе скажу, мы с ней тогда сидели, она сказала, что я не хочу, не буду тогда ему готовить, убирать, поскольку он жестко так сказал. Помнишь, когда я тебя расспрашивала? Я не знала, что вы еще целовались, расспрашивала по поводу Яны, вот это все, вот, когда мы здесь все были. Ну вот, и в тот момент я сказала, что я вообще вокруг себя не вижу там ни одной достойной девушки, и Катю это очень сильно задело. То есть вы ночью с ней целовались, а на следующий день скажут, что я не вижу ни одной достойной девушки. Она говорит, а зачем я тогда буду готовить ему, убирать, если он так говорит и считает. Не знаю, вот смотри, а вот в классике, видимо, и есть какая-то все-таки, ну, не то, что проблема, а что-то вот такое, что Самсонов, он же ведь начинал что-то там, но соскочил потом, что сейчас Сашка, он тоже ведь соскочил. О, красиво-то. Привет, ты подстриглась? Все, да, это что с перезагрузки? Очень красиво. Все классно. Ну, как ты? Все плохо было? Ну, так, нормально, мне передо. Нет, точно все хорошо? Хорошо, покрасили тебя. Спасибо, точно все хорошо? А ты что сегодня спала здесь-то? Разбудила? Я испугалась, когда мне, я позвонила, мне рассказали. Да нормально, нормально. Ты перенечил? Нет, нормально, ты что? Нет, ну я сейчас вижу по глазам что-то. Нет, нормально. Точно все нормально? А что врач сказал? Да, так он что, там укол поставил. Так надо, может быть, еще на другую? Да нет, он сказал, что с сахаром. Давайте, ребята, поговорите лишь с тобой, я думаю, вам есть о чем поговорить. Сахар. Сахара много? Не, мало, много. Мало? Да, и поэтому сказал, доктор, сахар кушать. А что такая тишина, а что ты у тебя в гостях, никого я не вижу? А были как-то, а что-то все вышли. А блондинка где? Не знаю. То есть что-то какое-то у тебя глаза красные, может тебе поспать надо, или ты спал? Ты хоть отдыхал сегодня? Ну, конечно, я все. Потому что тебе нельзя носиться особо. Нагрузки делать. Ну, мне еще все кажется, что ты сейчас заплачешь. Хватит. Ну. Все будет хорошо. Ну, что с тобой случилось? Ну, что происходит? Я просто не... Ты же понимаешь, мне прекрасно, что я все равно на тебя не обижаюсь. Я же такой человек. Ну, что? Хватит. Мужчина не плачет. Ты же понимаешь? Мужчина не плачет. Это я могу заплакать. А не жду мужчину, Далек. А? А не жду мужчину. Так, ну, ты молодой мужчина. Все будет хорошо. Просто ты должен здраво думать о том, что не быть падок на каждое попавшееся, а просто ценить. Я же тебе всегда... Я же тебе не зря написала. Цени. Цени отношение к себе. Потому что я в отношения играть не умею. Смотри, а почему ты не хочешь с ней пожить? Вот объясни ей. Так она сам говорит, я не готов ему готовить. Нет. Я готова мне убираться. Как не хочу? А почему она должна это делать, Саша? А, Катя, поматывай девушку. Я говорю, ну, блин, некоторые факты, конечно же, нет. Почему я не хочу этого делать? Почему я считаю, что кто-то должен это делать? Я ее же не думала. Саша, честно, мне так неприятно. Я вот услышала просто какие-то вещи у меня за спиной. Я говорю, зачем ты это делаешь? Какие за спиной? Какие за спиной? Скажи, какие вещи за спиной. Отсмеиваешь? Как я осмеиваю-то? Я тебя осмеиваю? Как, я тебя посмеялся на ней, что ли? Да нет, это Илья неправильно выразил. Не посмеиваешься. Я просто сказала, что как-то вот выглядит все не очень лицеприятно все равно. Да нет, почему я? Я с Катиком классно общаюсь. На хорошее время. Понимаете? Ну, жить вместе мы вообще оба даже не готовы. А почему? Как это так получилось, что если мы собрались переезжать на поляну, ты просто здесь остаешься, ты меня оказывается за то время, что я была в салоне, ты меня оказывается выселяешь, потом оказывается у меня маленькая задница, да, у меня маленькая задница, и поэтому ты не хочешь жечь, Саша, шипец. Я говорю, пышнее бы я хотел, но это нормально. Саша, я чисто не ожидала, что будешь обсуждать меня в таком контексте. Ну, что такого-то? Что такое-то? Что подожди? Чего? Я так и знала, что опять белый и розовый. Спасибо. Спасибо, Господи. Саша, это зима. У маленького. Ну, я извинила уже, все. Я уже извинила тебя. Я не умею на тебя долго держать зла. У нас просто отношения такие, знаешь, с тобой, ну, они более лайтовые, то есть они дружеские, не больше. Ты чего хоть? Кать, ну успокаивайся. Я бы про тебя никогда в жизни не сказала. Про попу я говорила вообще. Про мужчину ничего такого. Кать, должна быть девушка у тебя, умирайся в пышной попке. Да ладно, у Женьки была маленькая. Нет, хорошая была попка. Поэтому ты чего хоть? Чего побежаешься? Ты такая, я тебя не оскорбил, не унизил, ты чего хоть? Высмеял. Да не высмеял я тебя. Просто я говорю, что у нас отношения такие, да, может быть, мы бы могли бы жить вместе, но мы не готовы оба морально. Я не готов точно морально к отношениям. Спать всегда в кровати, не знаю. А там, как разделить, не знаю, в общем бы. Нет, это тяжело сейчас. Мне нужно, наоборот, общение, легкость. Вот ты давала мне, и все. Ты вообще выставляешь девчонок сейчас, то меня, то Аньку в контексте уборщицы, прислуг. Зачем? Да нет. Ты унижаешь девчонок, ты этого не понимаешь? Да почему я так воспринимаю это все грубо? Нет, нет. Ты что, ты так грубо говоришь? Да я не говорю об этом грубо, наоборот. Я говорю, то, что... Чеш, ну а как можно так? Мне бы хотелось... Ты живи со мной, но я по кастингам буду шататься. Нет, мне бы хотелось, ты понимаешь, знаешь, как дружба, дружба настоящая. Девушка делает женские обязанности, мужчина – мужские обязанности. Мужчина покупает еду, там, не знаю, помогает в чем-либо, там, в хозяйстве. Девушка готовит, убирается. Это нормально, то есть общение такое, то есть дружеское, не больше, то есть там не кровать. А если потом привыкнет девчонка? А если потом привыкнет девчонка, привыкнет так же я. Потом будем уже разговаривать, может быть, серьезно, чтобы перераскивать и так далее. Да не факт. Ну мы пока не готовы к этому. Сейчас не подходи. Не подхожу. Хотя я сама, знаешь, я сама передумала. У меня сердце разрывается, и когда синяя, я-то думаю, ах, ах, ты знаешь, с левым как, слушай, с ним нужно переигрывать его, просто во всех ситуациях, и тогда он влюбится в тебя, все точно будет. Да, да, да. Сейчас ты пока на коне, до того момента, пока ты не сдашься. Пока ты сдашься, опять на коне он, за ним ход будет, а ход за ним будет только один, опять какая-то баба. Сейчас вот эта ситуация, она очень, знаешь, его сейчас, как-то сказать, посадил ты на место сегодня, потому что вчера вроде еще он выбирал, вроде как, а сегодня Алина сделала романтик, там, при всех сделала романтик, Самсону поцеловалась, немедленный танец, стихом сочинила, там, да, и ты видела лицо Глеба. И ему не то, что он отпустил девушку, а то, что, знаешь, он в один момент понял, что на самом-то деле не та ситуация, как он думал, и что в этом король-то здесь сейчас правит, а что единственное нормальное по-человечески, к которому ему относится девушка, которая симпатичная, красивая, все, все на месте, какая-то рязкая, и которая его сейчас тоже бортует. То есть и тут он, о, нифига себе, иди ко мне обратно, а ты тут уже не давал, не давал. Нет, 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 я, конечно, зашла, я зашла, вот ты в комнату. Доведи до конца, обожаю эту ситуацию. Как бы тебе сейчас не хотелось подойти, доведи до конца. Послушай меня, доведи до конца. Спокойно, знаешь, самое, сейчас, самое, очень сейчас еще одна подача, очень важная. Сейчас на одном месте, когда что-то, ну, Глеб, вчерашняя ситуация меня обидела. На данный момент времени я не хочу быть с тобой и не уверена, что когда-то случится, что я захочу быть с тобой. Не говоришь, там, добивайся, меня так не надо. Нет, 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 нет. Ты скажи, Глеб, пожалуйста, у тебя не поляну, пожалуйста, да, тебе там будет лучше, мне будет лучше здесь. Да. Я никакие гарантии не даю, мне сейчас так хочется. Глеб не хочет строить отношения с Оксаной, Саша не хочет строить отношения с Катей. А почему наши ребята не хотят строить отношения с нашими девчонками, нам поможет разобраться Ксения Бородина. Спасибо. Ну что же, действительно странная ситуация получается. Итак, начиная с Глеба. Сегодня приезжала скорая помощь, Глеб плакал весь день, переживал. Глеб, объясни мне, пожалуйста, все эти проблемы происходят, ну, вот одно, другое, третье. Это все из-за того, что ты в отношениях с Оксаной, или это проблема в тебе? Во мне проблема. Почему с Оксаной? Ну, никто не виноват, это как бы просто череда ситуации, плюс отсутствие возможности как бы выговориться с кем-то, как-то так вот поговорить просто, там по душам просто. Подожди, ну мне казалось, что здесь, наоборот, с тобой все дружат, считают тебя там за брата, за друга, да, и как бы странно, что тебе здесь некому выговориться. Безусловно, мы хорошо там с кем-то общаемся, но, как бы, я не готов с кем-то прям так сесть, чтобы так и по-нормальному рассказать, просто я не думаю, что меня там кто-то там сможет понять, как бы, и так дать какой-то нормальный там совет, там. Ну, Оксана, это не тот человек. Нет, как бы, с Оксаной, к сожалению, я не могу поделиться. Я только недавно наблюдала, как ты дарил цветы, как вы ломали эти кровати, как вы веселились, как вы медвежоночек, масюлечка, все у вас так хорошо было. Я тебе объясню просто, понимаешь, как-то все было нормально, потом все пошло в каком-то таком неправильном русте, нету, что ли, каких-то таких чувств, чтобы все было как-то по-другому. И сегодня плюс еще, как бы, сегодня добило еще разговор с ребятами, что отношения такие же, как и были с Надей Ермаковой, я в них выгляжу абсолютно так же, как и было. Это была последняя точка, пиковая точка во всей этой истории. Слушай, ну, во-первых, кто должен вообще тебе что-то говорить, что такой же с Надей Ермаковой, не такой же? Я потому что сам это осознаю. Когда ребята сегодня начали просто об этом говорить, я там где-то пытаюсь защитить себя, да, там, приведя какие-то другие аргументы, внутри с ребятами согласился. На мой взгляд, причина в том, что ты слишком глубоко начинаешь копать. И можно копать, но рано это делать. Не надо. Я тебе объясню. Ты это делаешь на третий день отношений. Для чего? Понимаешь? Я вот так фига возьму. Не знаю. Зачем это делать, Глеб? Нужно наслаждаться тем, что есть. Что-то не понравилось, вначале всегда можно пропускать мимо ушей, не заострять на этом внимание. Еще что-то. Для чего так сразу нужно вот внедряться, с головой уходить? Зачем? Я не знаю, могу сказать по себе. Мы с Мишкой начали встречаться. Мы вообще всерьез это все не воспринимали. Ну, нам клево вместе, клево вместе. Все. Уже вот так клево два года почти. Разные люди. Понимаешь? Разные люди. Потому что… Все. Это потом появляется, это серьезность, когда ты осознаешься, начинаете называться семью и так далее. Но вначале всегда должна быть легкая понимание того, что… Значит, я не умею строить отношения. На данный момент, значит, я не готов строить серьезные отношения. Потому что в данном случае, ну, по-другому у меня в жизни расставляются приоритеты. Я не знаю, как все это делать, как закрывать глаза на те вещи, которые можно пропускать мимо ушей. И все, о чем ты говоришь, я не знаю, как это делать. Я не знаю, как находить ответы на все вот эти вопросы. Вот только поэтому. Потому что я… Ну, и мы для этого и здесь… Я тебе объясню, просто понимаешь? Понимаешь? Вот как… Вот… Не получается, потому что… Вот когда нету настоящих… Вот нету любви, да? Когда не произошло все по любви. Да, произошло как-то все… Ну, так странно. Там опять через кровать, да? Так же, как и через Надю. Я не знаю, как находить себе какие-то аргументы. Меня начинает это давить внутри. Просто душить меня начинает. Потому что я пытаюсь как-то вот строить… И мне не нравится это. Мне не нравится… Мой внутренний голос не одобряет мои поступки, мои действия, которые я совершаю. И это приводит к тому, что я обижаю одного человека, другого человека. Я сам в данном случае разочаровываю сам себя. И вся эта череда событий начинает просто меня уничтожать. Ну, я вот такой человек. Я навряд ли поверю. Мне скажет, например, та же Оля. У меня была любовь к Илье с первого взгляда. Ну, не бывает никакого на самом деле… А я считаю, что бывает. А я считаю, что бывает любовь с первого взгляда. Знаешь такое, что любовь с первого взгляда? Ага. Вот раз увидел – все, влюбился. Вред. Надо поговорить с человеком для начала. Но это влюбился. Это не любовь. Это значит фигуру оценил. Понимаешь? Как у нее там грудь, попка, талия, одета хорошо, ногти ухоженные. Замечаю. Это не влюбился. Я тебе объясню. Самое… Это не успел поговорить с человеком. Понять, что у него внутри. Пережить с ним какие-то… Понимаешь? Влюбиться можно в человека, как мне кажется, когда ты с ним какую-то сложную ситуацию пройдешь и поймешь, как поведет себя человек в этой сложной ситуации. Самая большая проблема в том, что сегодня подкосило вот окончательно, это то, что я понял и начал осознавать, что я начинаю возвращаться на тот же самый круг, который у меня был здесь несколько лет назад. Я пришел, да, уверенно себя чувствовал. Я потерял уверенность. Потому что у меня опять хрен пойми, какие отношения. Я хрен пойми, как выгляжу опять же. Понимаешь? Я хрен пойми себя как веду. Появляются какие-то измены в отношениях. Появился опять алкоголь в отношениях. Появилось все то, что мне не нравится. Всего того, чего я хочу уйти. И от этого просто по-человечески стало страшно. Потому что больше всего я боюсь именно это. Из-за этого мне тяжело. Я не знаю, к кому обратиться. Мне некому обратиться и не с кем поговорить. Потому что я боюсь об этом говорить с кем-то в открытую, как на самом деле есть. О том, что есть внутренний мир, который меня уничтожает. И для кого-то это просто будет непонятно. Я пытаюсь, я уже начал читать всевозможные книги, чтобы найти ответы на эти вопросы. Но мне самим собой периодически тяжело очень жить. Я сам себя порой просто не вывожу. Какие говорить, про какие можно говорить отношения. Находить себе девушку и нести за нее ответственность, если я сам порой за себя не могу нести эту ответственность. У нас все, она не расстроилась. Я не черствую, я выговорилась ему, он сказал мне, все, мы пожали друг другу и все. В этой ситуации мне жалко, что он запутался сам в себе. И поэтому я ему сказала, что есть на поляну и все. Все, как бы мы с тобой друзья. Ты считаешь, что на поляне Глебу будет легче? Конечно. Слушай, а подожди, что ты чушь несешь? Я не черт твой, я не... Ты прожила с этим человеком, ты делилась с ним ложью, понимаешь? Еле с одной тарелки, да? Сейчас, на данный момент сделай, была бы ты умная, грамотная женщина. Ты бы сделала так, чтобы реабилитировался человек, понимаешь? Рядом с тобой, с тобой помогла ему. Ну, я согласна, если честно, мне кажется, там, да, может быть, Глеб там, вот сейчас в депрессии, да? Но мне кажется, что, вот, как говорится, в горести и в радости. Конечно, ты не прожила с ним, там, год, чтобы, вот, там, чуть, знаешь, ты не обязана делать все это. Но мне кажется, если человек дурак, да, то можно спасти отношения. Вот сейчас вот он так себя чувствует, а вопреки всему все равно бежать и помогать. Вопреки всему обнимать, там, вопреки всему, там, все равно вот делать какие-то такие вещи, когда ты понимаешь, ты делаешь это во благо, потому что ты хочешь спасти и помочь. Была Надя, которая вопреки всему была рядом, пыталась помочь, пыталась все равно любить. Здесь, действительно, тут не в девушках проблема, а проблема в Глебе. Даже если Оксана захочет своими, там, чувствами, теплом и любовью его излечить, он просто не подпустит. Он просто закрыт. Но Надя тоже очень, она очень горда, понимаешь? И она, может быть, и хотела все это делать, но она говорила, а потом могла еще 33 раза уколоть. Ну, я тебе скажу, могла, но она, тем не менее, все равно пыталась. А здесь прям нужно терпение адское, понимаешь? Согласна, но это терпение только будет у той девушки, которую будет прям, ну, по-настоящему любить. А по-настоящему полюбить та, которую Глеб к себе хоть чуть-чуть подпустит. Глеб, вот мой совет тебе, да, чтобы разобраться, чтобы вот таких казусов, как у тебя происходит, не было, чтобы ты сам себя не сжрал изнутри, тебе надо в первую очередь научиться не врать самому себе. Если ты перестанешь врать самому себе, к примеру, с той же Оксаной Рязкой, да, вот, мне кажется, ты, ну, как бы, внутри чувствовал, что это не твое и понимал, но ты такой, знаешь, думаешь, ай, попробую, может, что и получится. Глеб, так не получится. Но он же сегодня на ТЭТе говорил, что он соскучился по Оксане. Он соскучился, это хорошо, но он опять себе врет, получается. Вот надо научиться перестать себе врать. Вот цветы подарил, то есть это все на нем? Отлично, он опять себе врет, получается. Вот если он закончит это делать и будет, как бы, чувствовать свое нутро, и когда оно ему подсказывает, что вот это оно, вот это не оно, и тогда, Глеб, ты начнешь, как бы, чувствовать себя счастливым мужчиной, и у тебя будет все хорошо. На цветы я подарил, потому что я вчера… На косячи. Да, ну, просто знак там, извинения, когда я подарил. Вот не обманывая самому себя, ты можешь сейчас сказать, тебе нужна Оксана, да или нет? Нет. Молодец. Наконец-то он это сказал. Оксана, ну, тоже. Ну, нет, наконец-то сказала, он честен сам с собой. Как будто ждала, да, как бы, быстрее быстрее. Тихо. Обманывать, не ждала, я знала это. Тихо. А Алина? Нет. То есть, получается, снова один. Ладно, так и закончились отношения Оксаны и Глеба. Собственно говоря, печалька. Абсолютно не важно, что нет ни квартиры, ни машины. Аж сплакнул. Главное, не врать. Мне нравятся большие, такие полненькие попки. Почему эту фразу накладывают на Кася? Почему ты, Оксана, сразу утверждаешь, что Глеб должен? Голосование. 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 Еще недавно коллектив обсуждал откровенный флирт Кати Хлесниченко и Саши Задойнова. Было решено помочь паре, и их заселили в городскую квартиру. Но отношения у ребят не сложились. Саша ищет себе девушку, да еще и нелестно высказывается в адрес Кати. Алина Алексеева сегодня посвятила презентацию Алексею Самсонову, чему Леша был очень рад и весь день не отходил от Алины. Неважно, абсолютно неважно, что нет ни квартиры, ни машины. Это не имеет абсолютно никакого значения, понимаете? Аж с плаком. СМЕХ Главное не врать. СМЕХ Нет? СМЕХ 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 Откуда так быстро бабочки в животе? Расскажите, пожалуйста. СМЕХ Я не знаю, как это появляется. Видимо, как вчера долго пытались мне, ну, ребята объяснить, что если нервы этой химии, этой физики, какой-то искры не промелькнуло, тогда ничего не будет. Эта искра, она действительно есть, присутствует. Поэтому, я думаю, все должно быть хорошо. СМЕХ Да, и у меня тоже, у меня вот не бабочки, я начал еще больше есть хотеть. Я сегодня, вы не поверите, я сегодня сидел в дорогущем ресторане, с ней кушал, да, и я ем суп, ну, грибной суп с дорогими грибами очень. СМЕХ Я ем, я все, серьезно говорю, я вот ем и смотрю на нее, понимаю, она тоже есть, я купил такой же дорогие грибы все. СМЕХ И я смотрю, и у меня вот, у меня вот там все, понимаешь, вот все перевернулось. СМЕХ 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 Я сразу понял, что я ей сказал даже, она не даст соврать, я ей сказал, я говорю, Алин, я говорю, вот я тебя хочу. Вот меня тебя тянет физически, я тебя хочу, вот честное слово, и я понял, что у нас все сложится. СМЕХ Но это отношения какие, на короткое время? СМЕХ Это нет, это не серия, там, короткие, серьезные отношения, да. СМЕХ 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 Более чем четыре года продлятся эти отношения. СМЕХ Замечательно, молодец. Вот такое заявление сделал Алексей, а мы переходим к другим отношениям. Итак, первая проведенную ночь вместе Саша Задойнов и Катя Колесниченко. Они остались недовольны друг другом после этой ночи. И, собственно говоря, вроде как не хотят быть вместе. Что за информация вообще абсурд. Мы с Екатериной нашлись просто друг с другом с общими интересами. У нее были чувства к Майами, которые, понимаешь, постоянно ее как-то внутри поедало. У меня с Яной были тоже разногласия, мы разошлись, у меня тоже поедало. И мы вот на этом общем интересе просто помогали друг другу общением. У нас люди в засос, когда у них просто вообще интерес. Да какая разница, как они целуются, Игорь, и как по-человечу целуются. Если бы мы хотели бы, мы целовали, хотели бы переспали. Какая в этом-то разница просто. У нас было желание, мы общались, у нас было… А сейчас нет этого желания, Саша? Да понимаешь, потому что мы морально, даже я морально, Катя морально, мы не готовы к тому, чтобы нас соединили, мы были в отношениях, жили в одной комнате, начинали бытовую жизнь. Нам это сейчас не нужно. Нам хорошо… Да, мы говорили с Катей об этом, поэтому мы жили и спали в разных комнатах. Мы с ней пресекались в комнате, вместе общались, как-то прикалывались, веселились. Катя, а почему ты плакала сегодня? Объясни, пожалуйста. Я просто была огорошена, такой неприятный контекст услышала от коллектива. Просто неприятное обсуждение было. Мне сказали такие вещи, что Саша за спиной говорит обо мне гадости. Я действительно очень искренне к нему отношусь. Какие гадости, Катя? Что ты имеешь в виду? Я не хочу это повторять, мне это неприятно, Ксюш. Мы выяснили все с Сашей. Скажи, чтобы мы понимали. Ксюш, в этом нет смысла, потому что я не хочу больше… Хорошо, кто это говорил? Я спрошу с этого человека, скажи, кто… Я не считаю, что я сказала, что Саша говорил гадости. Я перечислила все, как было. Более того, я пыталась еще как-то помягче все сказать. Просто, когда я зашла в квартиру, Саша сказал, что ну Катю… Я выселил Катю, я выселил. Потом начал обсуждать, что какая у нее… Ну, что попа у нее не того размера. Мне кажется, это уже за день даже девушка. Нет, Саша, дело в том, что, понимаешь, когда мне спрашивали, какую ты хочешь девушку видеть, я говорю, мне нравятся большие такие полненькие попки. Почему эту фразу накладывают на Катю сразу, что у Кати нет попы, понимаешь? Ты сказал, что ты как сказал! Нет, у меня есть попа, но мне нравится больше! Понимаешь, у нее нет жопы вообще, я такого никогда не скажу! Блин, раздоровитесь! Просто Катюшка говорит, что не целовались, а Саша говорит, что не целовались! Я вообще, честно, я лица запутала! Для каждого поцелуй будет разным преподнести! Кто-то послал в лоб и сказал, что он засосал его! Саша, вот скажи, пожалуйста, вы будете продолжать жить вместе или нет? Так нет, я живу! Нет! Все, и кто теперь живет, где живет? Мы это вместе с Катей решили, что мы живем. Хорошо, кто где живет, хочу понять. Катя едет на поляну, она уже решила об этом сама. Я остаюсь в городских квартирах. Катя, это правда? Да, Ксюша. Хорошо, замечательно. А с Глебом и Оксаной как мы решаем, кто где живет? Он на поляну едет, Ксюша, насколько я знаю. Я не знаю. Глеб, а ты хочешь на поляну? Почему? Вот почему? Вот почему? Да, почему ты Оксану сразу утверждаешь, что Глеб должен? Я не знаю, он с чем говорил сегодня. Голосование. Все, голосование. Дай мне голосование. Глеб, может быть, здесь лучше побыть? Пускай меня поживет. Пускай меня поживет. Пускай со мной живет. Мы можем сами пожить вместе. Со мной вся живет. Ну, давай, Оксана тогда. На поляну. На поляну. Будь здесь, Оксана, а ты тогда на поляну поймешь. Не, почему? Оксана тоже может жить сразу же. Мы можем с Сашей пожить вместе. А что такое? Это опасно, братья. Извини, конечно. Офигай себе. То есть я... Все, это будет телепорядка Дом 2. Построй свою любовь. Да. Понимаешь, что вы помнили? Нет. Нет, не знаю. Может, я ошибся, потому что я извинись перед тобой сразу. Нет, Саш, нет. А, перейти мне здесь. Вдреми, не переживай. Нет, нет, нет. Может, расскажи бампер, я вот не знаю. Нет, нет. Подруги, подруги. У меня маленькая попка. Да, она слишком маленькая. Слушай, а ну-ка, оболон, обтенилась. У меня маленькая. Она не просит. Он сказал, что она у тебя плохая. Он говорит, а что ты как ей так? Да когда она мне говорит, типа у нее все классная фигура, но попка чуть побольше бы. Вот так вот. Я люблю побольше попки давай. А я не люблю, когда у девочек большие попки. Дай подругу, потому что большая попка. Нельзя тебе. Кать, кстати, Олег тоже сказал сегодня, что ты исхудала. Мне нравится, как я выгляжу. Исхудала, говорит. Так он прям охотит. Не нравится, как я выгляжу. Смотри, главное не обманывать себя. Главное не обманывать себя. А я не обманываю. Ты обманываешь себя. Да мы с Катью давно уже решили, что мы не будем в отношениях, потому что у нас морально не подготовленное состояние души для этого. Вы пользуетесь проектом. И нам по кайфу, понимаешь. Я прихожу к тебе, давай поем кофейку, попили кофейку. По три недели ушли. Сашка весело. Она тебе улыбается, а ты за углом говоришь, что у нее попа не орех. Да где за углом? Да ты знаешь, я специально подхожу, что у нее попа не орех. Орех не орех, по фарлупы. Нельзя, у меня нормальная попа. А я тебе не верю. Она у меня торчит, четверденькая. Я тебе верю. Я тебе верю в насло. Я тебе верю в насло. Олег мне еще раз сказал, чтобы я тебе предал, чтобы ты перестала худеть. Майкл Джексон? У нее уже череп по коже. Нормально. Слушай, я не поймешь, у Варьи щетки на плечах. Просто Варя стала полметь и смотрит на фоне Кати. Так Катика-то на самом деле, а посмотри какая она на тюре. Без бочков. А вы как и Сашка. Ах ты жуча. Я не знаю, я себе нравлюсь. У меня все круто. Заметь, грудь даже у нее есть. Та-да-та-там. Я ни о чем, в принципе, не жалею сейчас. Ну, так, значит, надо, если что-то получается как-то в твоей жизни. Это эмоции. Это все круто, что происходит в жизни. Просто выносишь урок и живешь дальше. Правильно, конечно. Так и нужно. По дороге радуешься своим эмоциям. Даже если они не очень. Иногда пострадать даже приятно. Почему нет? Если это действительно беспокоит тебя. Ничего, страданий на поляне не будет. Да в любом случае. Перееду в Катькин угол к мастерку поближе. А то там в одном углу Кашубина, в другом углу. Пару строек, пару лобных. Лина, Ален. Глядишь, я приеду. Зачем? Тебе уже лучше найди девчонку, живи. Ну, тоже сложно, понимаешь. А ты говоришь, найди девчонку. Ты сама прекрасно понимаешь, что сложно. С другой стороны, это чужой человек. Я понимаю тебя. Конечно. Нужно, понимаешь, в ней разобраться, ее понять. Снова как-нибудь привыкнуть. Мне вот почему с тобой клево было общаться? Потому что вроде не чужой человек. Ну, как-то нет такого, что напрягает. Ну, там поржать, все. Нет такого, что, блин. Да-да, обязанности. Отвернись, уйди. Не изменяй. Чего ты от меня ждешь? Ой, ты флиртуешь. Ой, ты глазки строишь. Твоя леет уже, ништяк. Мне кажется, если бы наедине, он бы давно с ней был. А передообщество, он не может, как так, я буду с Катей. Я договорила раньше, что... Да, наедине, любая может вот так взять, просто спокойно, знаешь. Ну, не знаю, во всяком случае, Катя попыталась, Катя постаралась изо всех сил. И из-за этого она молодец. И поэтому она уже, правда, здесь городских успела всех зайцев убить. В результате, ни с кем не остаться. Знаешь, с Олегом попыталась, с Димой попыталась, с Задойновым попыталась. Со всеми попыталась. В результате, уехала на поляну. Она может спокойно любого парня себе взять. Она, наверное, может быть, когда-то было такое время, не знаю. А я не вижу, что она там кому-то нравилась на проекте. Она может так, вот, моментом нравится, все, а потом это пропадает. Она неинтересна. Кроме редкой же. Ну, по крайней мере, она старается, пытается, да, ухаживает за собой, нравится мужчинам. И делает сама первый шаг. И для девочки... Какая-то проблема, что девушка делает первый шаг, это ужасно. Ну, понятно. Но все равно, знаешь, для девочки, который старичок здесь на проекте, это очень смелый поступок. И я действительно хотела, чтобы у них все получилось. Потому что Катя молодец, она смелая. И пытается, знаешь, делать такие шаги на встречу самостоятельно. Да, не много ли шагов на встречу она делает за последнее время? Мне кажется, зря она все это делает. Да, посмотрели. Что это здесь такое? Это Клиросил Ультра. О, для умывания? Да. Олег им пользуется. Не знаю, что тут в косметичке они делают. Ну, ладно, закинул им чайную. Хороший, помогает им. Да, он снимает воспаление, в общем, и быстро очень действует. Буквально через 12 часов. Прещай, как не бывало. Вот я тогда Олегу купила, он им начал пользоваться. И моментом все вообще снял эти крюки. А быстро через который период он? 12 часов вот. Убивает бактерии еще помимо всего. Ну, Олег прям его нахваливает безумно. Прям очень сильно. Ну, кстати, во всех магазинах продается новость. Так, если что. Просто это Олега, я не знаю, разрешит он или нет. Ну, блин. Так по-соседски, по-брасски. Ладно, я скажу, не делаю. Потерялся. Ну, Олегу очень нравится. Он прям вообще очень. Спасибо. На самом деле помогает. Прекольный. Ну что, удачи? Да, все будет хорошо. Отвидишь все-таки? Тебе главное повеселиться удачно. Мне-то? Да. Не переживай. Я-то сейчас. Нормально. Я-то сейчас. Ну, не сейчас. В ближайшее время. А что поговорил? О тебе. Ну, давай. Что, у меня есть стереотипы, да? Нет. А мне реально нравится. Вообще, вот я смотрю, ищу мне недостатки. Вот реально недостатки, да? Может, где-то что-нибудь в футболке не то грязное. Может, там еще что-то. В вне ничего нет. Ну, да. Это сейчас тебе, чтобы не спугнуть. А что есть? Не, ну, в смысле, когда ты добьешься своего дела, ты потом скажешь, что у нее... Нет, вот Ворман была, я не добивался своего дела. Не, ну, просто мне такое ощущение, кажется, что... Сейчас туда-сюда... Зачем? Я девушку автоматически не захочу, если будут какие-то недостатки, Лер. А, да? Я не буду специально их не замечать, чтобы... Сама подумала. Мне было бы пофигу тогда. Главное, там, переспать, и все, понимаешь? А я ищу, я ищу, ищу, и я не могу дойти ничего. Слушай, Аняка тоже была прикольная. Анька? Да. Нет. Ну, поначалу прикольная была. Ну, поначалу прикольная. Потом, когда я начал сближаться с ней, да, я, по крайней мере, я все это целуюсь, у меня прям, ну, становится. А с Анькой, вот, что, серьезно, говорю. А с Анькой, вот, когда там начинаю как-то, ну, близко, она мне подпустила к себе, да, я начинаю обнимать как-то все это, и мне нет такого. Глеб, такого же мнения Аньки. Говорит, как пацан. Он как свой пацан. Вот, ну, невозможно переспать с ней. Ее не хочется. Понимаешь? Ее не хочется. Подожди, ну, меня вы тоже своим пацаном называете. Ну, однако же. Вот тебя, по крайней мере, взять, если, например, Аня и ты, да, вы совсем два разных типажа, но тебе хочется. Тебе хочется вонзить там. Ну, Леша, ну, шоу. Ну, я тебе обрана-то, понимаешь? Ну, мерзь какая. Ну, я тебе обрана-то, понимаешь? 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 Ну, у меня складывается такое впечатление, что все равно, когда ты там, ну, что-то будет у тебя, потом ты скажешь, ой, боже, я реально не сломаю свои стереотипы. И сегодня ты там, видно было, с такой и хитством с таким говорил, что, ну, нет, это ни квартира, ни машина, но она такая прикольная. Ну, слушай, ну, девчонку, выставь, девчонку. У меня настроение поднялось, я как-то, мне нравится. Какое у тебя настроение поднялось? Ты же, ты, пожалуйста, у меня в квартире и машина, или когда ты поцеловался, все настроение поднялось? Когда я начал с ней общаться вчера со спортзала. Ну, я помню, ты мне вчера говорил в спортзале. Я прям вчера, я тебе говорю, я в спортзале подошел, я говорю, прям вот так, в наглую. Я говорю, я тебе нравлюсь? Она говорит, ну, ну, а ты как думаешь там все это? Я говорю, ну, да, нет. Она говорит, да, я говорю, я не хочу, чтобы никуда ехала, Глеб, ни на какой разговор, ни на какой, нет, прям так, четко. Понимаешь, я говорю, я не хочу, я уже здесь осталась. Она встает, улыбается, такая там все, я говорю, ты поняла? Я говорю, будешь разминиться, если поедешь, я говорю, все, меня отвернет это. Я говорю, я тебе честно говорю. Так четко высказал свою позицию, и все. Завтра кастинг, сходим? Ну, не завтра. Послезавтра. Послезавтра. Ну, хоть глаз маленький развеем. Кстати, не знаю, как все чувства будут. Слышишь, что? Я же болею. Слышишь, ты, болеешь. Мне надо двое отчет. Это твоя лезут. Пулемет, вы где? Пошла куда-то. Мой, ты спишь здесь, живешь здесь? Ты здесь спишь? Да. А если что случится со мной, опять надо что-то, будет плохо мне. Ты что, вообще идиот, что ли? Тебе это надо? Ну, а если плохо мне будет? У меня здоровье сейчас проблемы. Можешь со мной, я тебя проконтролирую. Да, конечно. Спи он в кубрике и все. Не, ну а что? Ты сказал сегодня. Спать мужиков в одной кровати. Не, не в одной кровати. Это физический комфорт. Не, не в одной кровати. Все, типа, Калисниченко хочу, страсть есть. Все, пытаюсь построить отношения. Потом мы обсуждаем шершавый язык. Калисниченко через силу пытался. И здесь мне такая же, кажется, ситуация. Ты сейчас хочешь, да, физически, но потом ты через неделю скажешь, что у нее ботинки с блошиного рынка, джинсы тоже там, извините. Я даже сидел на лобном сегодня и думал о том, что вот будут деньги. Будут деньги. Пойду в бутик с ней, понимаешь, и куплю ей все, что захочу. Вот ей не на себя потрачу, да, там все полностью деньги, потому что когда появится, а после на нее. Ты не часто тратишь на девушек? Ну, часто, но одежды-то я не покупаю, понимаешь? А, да. Возьму джинсы какие-нибудь там рублей за 20, там, сапоги, там. А, ну так ты едина, сын, 20 рублей горсточку. Какой горсточку? Ну, рублей за 20. 20 тысяч рублей. И все, и понимаешь, ничего страшного. Она миленькая, хорошая девочка. Она миленькая, хорошенькая, но я думаю, что скоро ты в ближайшее время эту миленькую девочку обидишь. Ну, почему вот? Я ее не рассматриваю сейчас как сексуальный объект. Мне с ней приятно рядом ходить. Понимаешь? Мне с ней приятно. Вот она нежная такая, понимаешь? Она вот как-то ко мне вот сама там подходит, там, обнимает, там, что-нибудь целует. Ну, правильно, она пришла в периметр, и все равно забота нужна какая-то. Ну, заботу она проявляет, а не я. У вас когда ссора, а потом примирение, все кайфово. А потом опять, понимаешь, ее распущенный язык, твоя психика, твои нервы. А ты уже не сможешь сказать то, что, блин, ребят. Мне сейчас нужна медицинская помощь. Ну, никак. Она что, за медработник шляп? Нет, доброта и забота. Все, что мне нужно сейчас. А она заботливая, как ни крути. Ты нужна килограмм валерьянки, и все. И пей каждые полчаса, и будешь спокоен. Ты сейчас, на самом деле, себя привяжешь под ответственность. Ее привяжешь под чувства. И будет у вас просто... А потом... И тебе скажут, Глеб, а зачем? Мог жить с Сашей в комнате, на отдельных кроватях. И я два матраса могу тебе нас скинуть. И так же бы спал, между прочим. Понимаешь? Так вот, это днем с ней. Да у нее будет тесно, пап. Хорошо. У тебя ничего не происходит? У тебя все ровно. У тебя все круто. А какой бред? Какой я бред несу? То, что ты приехал кустом, как покрасила голову, посидела со мной ровно, счетом здесь пять минут. Вот здесь посидела со мной пять минут. Сказала, я тебя поддержу. И ушла. И больше тебя на протяжении сегодняшнего дня не было со мной. Не было вопроса, как я себя чувствую. Все ли хорошо. Мне спрашивают все ребята, кроме тебя, об этом. На лобном месте все это продолжается. Понимаешь? Когда я выдаю вот такую тирану. Ты сидишь абсолютно спокойно и улыбаешься. И касаемо вопроса того, что, да, там, какой мне мужчина нужен? И какого мне нужно себе найти мужчину? Да никакого мужчину ты не найдешь себе. Почему не? Если так будет... Ты не смотришь по сторонам. Я тебе объясняю. Я как это не смотришь? Ты не смотришь по сторонам. Почему сейчас меня так крайне делают? Я тебе объясню. Да я не делаю тебя крайне. Мы с тобой расстались на лобном. Я тебе объясняю просто, почему все это происходит. Я тебе объясняю просто, почему все это происходит. Я тебе говорю, это все равно. Ты что, успокойся. Тебе пофигу. Ты что завелся-то так, а на ночь глядит? Ты что завелся, ну? Да потому что завтра. Я тебе объясню. Потому что завтра будет день у меня, когда я опять буду, понимаешь, вести разговор с ведущими. А там, ну и что мы теперь будем делать? Как ты так? Божественную твою Оксану Уляску так сказал ей нет. Что у нас изменилось? Тебе был срай сегодня весь день на меня. Тебя, понимаешь, ничего даже не пробивает. Ты железобетонная. Даже два раза приезд в горы тебе пофигу. Тебе нужно пойти потрепаться с Дашей. Вот сегодня. Потому что какую тебе сделали обосрательную просто прическу. Когда мне здесь сидят и говорят о том, что, ну, надо поспокойнее быть, потому что так-то может и сердечко лупануть. И как бы вам зараза бы поехать провериться бы еще раз. И обязательно съесть к терапевту, нюропатологу. Когда меня засовывают под визы гость таблеток, ты сидишь кайфуешь того, что, ну, да, конечно, такое можно делочка строить отношения. И в этот момент спокойно собираешься и уходишь. А меня могли сегодня в больницу забрать, тебе рассказываю. Просто положить на несколько дней в больничку. Лечить нервы. Потому что за короткое проживание с тобой мне такое ощущение, что войну прошел. Но у тебя все хорошо. Здравствуйте, я Ксения Бородина. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера красавица Алина признала своих чувствах Лешу Самсонову и отвергла ухаживание Глеба Клубники. Чем довела последнего до сердечного приступа? Почему Глеб Клубника продолжает жить вместе с Оксаной Рязкой, мучая самого себя? Главный вопрос сегодняшнего дня. Наступил 3136-й день нашей телестройки. Недавнее признание Валерии Мастерко симпатии к Юрию Слободяну не привело к желаемому результату. Парень предпочел остаться в паре с Екатериной Токаревой, а сама Катя отказалась от дружбы с Лерой. На днях, не разрешив проблемы в отношениях с Оксаной Рязко, Глеб Клубника переключил свое внимание на новенькую Алину. Он даже решил расстаться с Оксаной. Но, несмотря на все старания, девушка выбрала Алексея Самсонова. Глеб настолько переживает все свои любовные передряги, что нервы его дали сбой, и без помощи врачей обойтись не удалось. А вот Оксана Рязко, хоть и продолжает проживать с ним на одной площади, не проявила о нем заботы. Мне за что сказать спасибо? Меня не было целый день. Я виновата в этом, что тебе плохо стало. Ты целый день, ты целый день, когда мне здесь было х**ло, сидела и мило проводила время со своей подружкой, тебе еще раз рассказывая про свою покрашенную башку. Ты даже не поинтересовалась у врачей. Что со мной, как? А ты знаешь, что со мной случилось? Она говорит, знаешь что? Ну да. У тебя же вывих плеча. Ну у тебя там какой-то вывих или смещение, я не знаю, защемление чего-то, нерва, потому что ты перенервничаешь. Саня, вот скажи мне, пожалуйста. Я не понимаю, ты что мне сейчас меня-то винишь? Вот ты бы человек, если бы все равно бы. Ты бы подошел хотя бы к врачам узнать, что нужно? Я слышала, что тебе врачи здесь говорили. Я тут слышала ты. Ты что переворачиваешь? Я приехала когда? Я подошла к тебе самое первое, когда ты заплакал. И сказала, если надо, в больницу давай поедем. Давай туда и поедем. Давай это сделаем. Ты что врешь-то? Ты пять минут посидела и полетела куда-то. Ты что врешь? Зачем ты сейчас накручиваешь опять себя? Слушай, Хатька, я вот что думаю, а не хочешь пригласить Лерку к нам и поговорить с ней? Помириться? Боже. Нет, не хочу. Почему? Ну, все-таки, в принципе, я думаю, что все замялось. Она поняла, что, блин, ничего не будет. Почему бы вам, так сказать, не подставить ваши отношения в рамки идиллии? То, что у вас было ранее. Мужчина вообще не должен лезть в бабские разборки, да? А это не бабские разборки? Ну, какие-то в свои руки, потому что здесь такая ситуация, я не знаю, на самом деле, я не хочу с этим человеком мириться, у меня нет желания абсолютного, да? Мне вообще параллельно. А из-за чего ты не хочешь с ним мириться? Ну, потому что я понимала, что в свое время, значит, где-то была зависть, где-то была какая-то месть за что-то. Ну, мне, честно, кажется, это месть. А за что месть? За что она мстит, если бы ты сама говорила? В принципе, я догадываюсь, за что, но я не буду это озвучивать. Мне кажется, это какая-то идет месть, я не знаю. Али. Да что она? Когда ты будешь готовить меня? А когда ты будешь ухаживать за девушками? А то ты такой, ну, выеживаешься, что я не ухаживаю. Почему я не ухаживаю? Я ухаживаю. Я считаю так. Готовить может каждая. Что, где? Абсолютно. Всему будущее мамочки, и каждая будет готовить в свое время. Ну, просто если ты изначально начинаешь со всей душой, как правило, другой человек начинает пользоваться. Смотрите, постаре. Ну, я, ты можешь мне помочь-то или нет? В чем? Что тебе сделать? Нет, ты как девушка, ты так не поддерживаешь. Солянку. Ты всем говорила солянку. А ты мне стараешь. И в камерах, и без камер. Я тебе не говорю, что я тебе обещаю. Я сказала, что я умею готовить. Я тебе сказал, что ты мне приготовишь солянку. Ты попробуешь. Ты мне подаришь букет цветов, я тебе приготовлю солянку. Что тебе подарить? О-о-о, торговля. А что ты сказала? Я сказала, я говорю, подаришь мне букет цветов, я тебе солянку. Ты одна роза, и солянка для тебя. Алло. Лерка, привет. Привет. Слушай, Лерка, ты можешь к нам подъехать сюда в городские поговорить? Вечером я ухожу по делам с тобой. Зачем? Ну, хотел бы, чтобы мы втроем посидели, поговорили, чтобы вы искать и, так сказать, выяснили, ваши отношения. Это кто? Слушай, вы, может, опять какую-то там задумали свою шашню, а я, получается, как марионетка, должна к вам ехать? Нет, Лерка, я хотел бы просто выяснить ваши дружественные отношения с Катей. На самом деле, я уже давно разобрался. Юр, я вчера была в городе, вы ходили, как два привидения, не здравствуй, не прощай, а сегодня ты звонишь мне, говоришь о том, что, Лерка, приезжай, мы поговорим втроем. Это не мы хотим, а хочу я. Ты не умеешь заботиться о мужчине. Ты что такое несешь-то, а? Хорошо, расскажи, а в чем забота, в чем забота? Твоя забота была о мужчине в том, что ты сварила, сварила десяток перепелиных яиц один раз? Ты что со мной так разговариваешь? Ты мне, вот ты бы мог со мной так разговаривать, если бы ты мне был мужем. И отцом моих детей, ты что со мной так разговариваешь? Да потому что у меня накипело, понимаешь? Потому что мы садимся на тест с Бородиной, и когда я говорю, потому что мне не нравятся эти, мне не нравится то, что мне не нужна такая женщина, если она не понимает, какие вещи. Не нужна, так вали уже, ну! Ты должен был ночевать в другой квартире уже, вали тогда, я уже не кричать не могу, вали! Не нужна! Ты уже 150 раз повторил, не нужна! Не нужен ты! У вас было волшебство еще, Оксана? Нет! Может, в этом проблеме? Его нет волшебства! Волшебства между нами больше нет, оно отсутствует! А что ты все позволяешь так разговаривать-то не помню? Как я с тобой разговариваю? Как ты со мной, так и я с тобой раз. Ты, ну, не можешь нормально подойти. Ты кто, ты кто, ты кто, ты мужик или кто-нибудь помню? В смысле? Ну, в прямом смысле. Вот ты меня, ну, что тебе за жаргон? В смысле, я говорю, в прямом смысле, ты что, мужик, что ли, или что? А что я сейчас начинаю? А что ты мне, мужику, говоришь? Как ты со мной, так и я с тобой, понимаешь? Я не собираю, знаешь, ты, ну... Как ты со мной, ты чего равняешься на мужиков? Что ты, ну, я не понимаю? Будь женственной, будь девочкой. А я тебе, если ты нахамила, наблюбила. Будь девочкой, не равняйся на мужиков никогда. Ты грубый, Леша, да? Куда грубый, если... Что, я не надо сравнивать с мужиком, когда я упал. Как ты, так и я с тобой. Ты за бред. Чертись такой. Как ты, так и я с тобой. Вон, ложки вон. Вся мужская спальня, иди. Ну, плачь. Ты плачешь, не плачь. Ну, ты чего? Ну, не плакай. Блин, ты чего? Не покойся. Ты чего? Он нашла, зачем плакать? Просто не обидно. А он-то что вообще может женщине дать? Я не понимаю. Он требует там, не знаю, там машины, квартиры, там готовка. А сам он что, кроме как бы, ну, своего тела раскачанного, что может вообще дать? Я хочу поговорить с тобой о твоих отношениях с Алиной. Ага. С моей девочкой. С твоей девочкой. Да. То есть ты ее считаешь уже с твоей девочкой? Ну, а почему бы нет? Конечно, мы уже вместе с вчерашнего дня. Мы уже вместе целый день. Естественно, она моя девочка. Поэтому она должна мне готовить, стирать, убирать. Да, Леш? Ну, а почему бы нет? Это женские обязанности. Но для начала должен быть какой-то конфетно-букетный период. Насколько сильно она тебе нравится? Она мне очень нравится, потому что, вот честно скажу, да, вот между нами, я вчера к ней пытался не придраться, а приглядывался просто. Вот ты даже не представляешь, ко всему, просто ко всему, да, там. Вот она в белой футболке, я раз так посмотрел на внутренний вратник, нормальная ли она, чистая, не чистая. То есть для тебя это все важно? Торчит ли ниточка, не торчит ли ниточка где-то. Посмотрел все шовчики. Вот я тебе клянусь, вот честное слово, я всегда так делаю. Но не к чему придраться. Ты как считаешь, вот Леха к тебе искренне относится? Нет, конечно, безусловно, у меня есть страх, что там, да, ну, оказаться одной из многочисленных девушек Леши Самсонова. Но, ну, как это, кто не рискует, кто не пьет шампанского. Я рискну, мне действительно этот человек очень нравится. Я, конечно, очень боюсь, что получится все очень плохо. Но если думать о плохом, так оно и будет. Я не хочу даже загадывать и думать о чем-то таком страшном. Поэтому пусть и будет хорошо. Ну, а ты в чем сомневаешься? То, что он опять же заселится с тобой, потом выселится? Потому что я боюсь, что Леша потеряет какой-то некий интерес, там, да, вот ко мне, как бы, ну, как к девушке. То есть он, я вообще выбрала за что, да, за его такую напористость, твердость, да, решительность, как бы. Но в некоторых моментах, да, вот как-то, ну, интимных каких-то, мне кажется, пока еще рано. Вот это вот напористость, она пугает и этот физ даже отталкивает. Ну, а ты хочешь с ней отношений? Или ты хочешь, чтобы все было как по твоему плану? Поцелуй, кино вместе на одну ночь и все. Нет, я хочу попробовать с ней отношения. Серьезно? Да, да. Я хочу с ней попробовать с ней отношения, но она, ну, мне она нравится. Ну, что, мы можем надеяться на то, что Леша Самсонов позрослела и теперь готов к серьезным отношениям? Так я и всегда был готов. И я тоже на это надеюсь, и я думаю, да. Но от твоей схемы не будешь схема отходить сегодняшний день заселения? В первую ночь заселяемся, нет? Или подождешь немножко? Ну, как, так как я отхожу от своей вот этой схемы там какой-то, да, поэтому, я думаю, мы будем заселяться сегодня. Будете. Но это тогда ты никуда не отходишь. Подожди, я тут меня запутал. Это ты... Подожди. У тебя все очень просто всегда. День поцелуев, следующий день кино, заселение, выселение. Ага. Ты как-то быстро эти этапы все проходишь. А, я с ней поговорю, я попробую ей предложить заселиться. Ты вообще готова вот проводить больше времени с Лешей, больше общаться, больше готовить? Потому что сегодня есть такая возможность заселиться вот в отдельную комнатку. Я знаю как бы о том, что есть такая возможность. Ну, вот мы как раз сегодня с Лерой тоже обсуждали, что как бы я не хочу торопиться, да, потому что я действительно боюсь обжечься. Я боюсь поспешить, как бы, да, вот иногда говорят, поспешишь, людей не смешишь. Я вот не хочу никого смешить, в первую очередь обманывать саму себя. Я действительно еще не готова, ну, как бы, спать в одной кровати, да, там, может быть, время проводить? Да, мне с ним приятно, безусловно, мне с ним очень интересно. Мне хочется проводить с ним как можно больше времени, но пока что еще на таком вот неком расстоянии. То есть в отдельных апартаментах пока не готова. То есть сейчас у нас все квартиры свободны, комнаты свободны. То есть я думаю, если мы там поймем это чуть позже, да, что я буду готова, там, может, через несколько дней там как получится. Да, то есть тогда у нас есть, в принципе, возможность действительно селиться. Привет. Ну что, звонил, я приехала. Давай, мери. А что значит давай, мери? Я хотел, чтобы вы... Не, ну, что значит давай? Присаживайся. Ты же заявлял по телефону, что ты хочешь, чтобы мы помирились, потому что ты являешься яблоком раздора. Вот давай, мери. Что значит давай? Вот то и значит давай. Ну ты с такими вот сейчас претензиями, что вот давай вот прям мери. Во-первых, мери, помириться вы можете сами. Будешь чай, кофе? А, уже, да, сами? Будешь чай, кофе, нет? Нет, спасибо. Будешь, торт будешь, фрукты. Может, сначала? Поговорим? Да. Хорошо. Сначала поговорим. Кать! А что, Кать? Ты поговорить не хочешь с нами? Нет. Блин, честно, я тебе серьезно говорю, я не могу. А? Я не могу. Что не можешь? Я боюсь. Так нет, ты что, не хочешь, не надо, не будем заселяться. Я же просто и частная, я не хочу просто, знаешь, науку. Я сегодня на ответе тоже сказал, а говорю на ответе, я говорю, я говорю, да не знаю, можем сегодня как бы там, я и сделаю предложение, там скажу, если нет, то нет. Я как бы на этом не настаиваю. Можем хоть на следующий, должны заселяться, без проблем. Спасибо тебе. Можем через месяц заселиться хоть. Ну, я пока тогда, тогда, смотри, а пока мы не заселяемся, я тогда пока свободен или как получается? Ну, ты в этом плане. Скажи мне. Ну, скажи, я просто искренне, искренне тебя спрашиваю, не хочу обманывать, просто скажи, в этом плане я свободен, пока мы не заселяемся. Ну, тебе надо для здоровья, что ли, сходить или что? Не, мне никуда ходить не надо, куда надо, я схожу сам. Я просто тебя, ну, куда надо, я могу сходить, выехать куда-нибудь угодно, ну, ты знаешь, что я здесь, я никуда не выезжаю. По факту я тебе не изменяю. Вы можете мириться, можете не мириться, Лер, но я хотел бы, чтобы вы общались, нормально общались. Вот, Юль, я не понимаю, ты мне сегодня по деловому позвонила, сказал, я хочу, чтобы вы помирились, я хочу вас помирились. И сейчас вот так вольготно сидишь и говоришь о том, что вы можете мириться, можете не мириться, а суть твоего звонка. Я приехал, хорошо, у меня нет сейчас отношений, у меня нет дружбы, мне наплевать, хорошо, у вас хоть какие-никакие есть отношения, вот. Но при этом ты сегодня звонишь, заявляешь, но ты опять себя ведешь, как мямли. И опять сейчас мы между собой можем договориться, а ты там где-то десятая. Да, я вижу, что ты мямля. Если бы я мямля, ты бы не подставлялась бы. Юр, может, ты просто хотел видеть Леру в гостях и придумал, придумал. Что подставлялась? Под мои упреки, по морфруке. Какие твои упреки? Юр, ты тоже, можешь ногами не топтать? Какие твои упреки? Сиди, молчи! Во-первых, ты не шейх, что ты здесь развалился, что мы твои здесь, две наложницы, что ли? Ты можешь нормально сесть? Я нормально сижу, мне нравится так сидеть. Да? Ничего, так комфортно себя чувствуешь? Лера, давай начнем сначала, немножко не вышло. Если тебе два дня это уже предел, уже в голову бьет, то, конечно, и диете не держу. Но ты обидишься на это, честно? Нет. Что ты гонишь? Блин. Блин. Выживаешь, сможешь выживаться? Это такой замок. В замке я помню. Замок. Что-то для солянку готовить? Угу. Да? Да. Какой-то вкусный. Угу. 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 Слушай, все же, извини, пожалуйста, что вот так вот получилось, что я вовремя о вас не помирил тогда. А ты что, сейчас нас помирил? И так, и сейчас не получается, и тогда не получилось, как-то, я не знаю, вообще, что-то не то. А знаешь... Черная полоса в жизни. А знаешь, почему так? Почему? Потому что тебе хочется быть в окружении двух девушек, вот, и... А почему ты сейчас улыбался? Да потому что ты вот сейчас начинаешь такое уже выгораживать, невероятное. Два дня назад Лера явно дала понять, что не хочет, что... Два дня назад ты мне также давала понять, что ты не хочешь быть со мной. Вот в таких ситуациях ты вот реально, ты как-то очень странно себя видишь, очень странно. Вот реально очень странно. Я больше не буду себя так вести странно, потому что я думаю, что мы... Не надо звонить Лере, не надо ее звать, потому что я не настроена, что я не хочу сейчас. Нам нужно было выяснить, есть ли у Леры симпатия. Не то... Нам нужно было это все... Нам нужно было вымириться, а не симпатия. Нам нужно было все это... Я сказал, нам нужно было все это выяснить. Ты звонил мне и говорил о том, что... Не-не-не-не-не... Если ты его отдельный штабор... Ты же мне, смотри, ты же мне сказал о том, что... Поверь, вот. Руха, успокойся, Юра. Юр, успокойся, Юр. Почему? Юра, Юра. Юра, ну ты что, твоя женщина, ты что делаешь, Юр? Успокойся. Ты что поднимаешь руки? Ну что, вообще, что ли? Будешь ли ты пытаться отбить ряску назад, это первый вопрос. Если нет, тогда... Не, ну если у тебя такие сюрпризные мегани, как бы, и Оксана, как я видел, она... Очень ей все это льстит, ее очень радует, и она, как понимаю, дает тебе шанс. Глеб, я сам был удивлен тем, как она меня восприняла позитивно. Поэтому, как бы, я не в праве лезть. Я тебя очень благодарен за понимание. Да, Колян, а как по-другому нет? Конечно же, конечно же, если все так хорошо воскладывается, если Оксана положительно реагирует, и ты все же настроен, готов и терпи, такая, какая она есть, да пожалуйста. Просто я только за. Короче, я предлагаю оформить доверенность, не знаю, или купли-передачи, как там правильно говорится. Купли-продажи. Не, ну это мы же не прикрепим, слава богу, не прикрепим. Хорошо, оформить, значит, нужно дарственную доверенность. Дарственную. Я не знаю. Оформим просто рукопожатие мы все, потому что юридические документы смысла нет заключать. Ну, раз ты хозяин рязки, я буду общаться с тобой. Так, ты вообще нормальный мужик, смотри. Взял свои руки. Ну, ты че? Это нормально? Ну, вы че делаете? Лер, это нормально? Ну, ты че и кож в лицо прям? Это нормально, она хотела мне в голову бросить. Я же не попала. Какое специальное, если бы я руку не подставил? Я не попала. Лерка, спасибо, что ответила, я думаю, мы решили. Симпатии нет, значит, ничего быть не может. У вас сейчас, по-моему, проблемы. У нас проблем нет, поверь, мы помиримся. Катя, у нее бывает. Это ее поведение. У вас точно все нормально в отношениях? Я не знаю. Или вот так вот постоянно такие вспышки? Лерка, спасибо тебе, действительно, спасибо, что дала ответы на вопросы, конечно, не все, но... Которые я спросила, а не ты. Может быть, и ты спросила, но, по крайней мере, в этих ответах была часть и для меня понять очень важные вещи. Спасибо на самом деле. Извини, что вызвали тебя. Я вызвал тебя. Девушка оказалась недостаточно умна, неправильно его оценила, и получилась вот такая вот ситуация. Валерия Мастерко не рассчитывала, что ее желание помириться с Екатериной Докривой приведет к серьезной ссоре между Катей и Юрой. Молодой человек не сдержался, и торт оказался размазан о голову Кати. Алексей Самсонов и Алина нашли взаимопонимание и уже задумываются о заселении в отдельную комнату. Но неожиданно Алексей заметил, как Алина выходит за территорию проекта покурить. Надо поесть, короче. Поесть? Уже не могу. А ты что, я думал, ты ходишь туда? Что ты туда ходила? А? Чего ты? Ничего. А? Что ты туда ходила? Ну, не просто. Ну, что просто? А ты же сказала, что нет. Что-то меня болит, что ли? Нет. А, что-то проблема. Как называется? Не хочу тебя злить. Ну, как называется? Брат, тебя не было, я же про тебя не курю. Ничего. Я бы ж не буду. Как не будешь? Если ты кушаешь, то ты кушаешь. Нет. Как ты не будешь? Да ну, это просто, ну, как бы, я вообще здесь не может одну сигарету за день, так. И что? Ну, бросаю. Я бы ж не буду. А что бросаешь-то? Да, Леш, ну, чего ты начинаешь на этом внимании так застрять? Я сказала, не буду больше. Да куда застрять? Мне тебе в жизни не нравилось, в смысле заострять внимание. Я сказала, не буду, все. Слушай, вот, решать бы недолго, я бы тебя прям влупил бы хорошенько. Честно. Прям вот честно, прям вдалкивать в вещах конкретного. Я вообще не наёжу, куда ходят. Ты никуда не едешь. Я уезжаю. Ты никуда не едешь. Я с тобой уже вместе не буду никогда. Все, я уезжаю. Ты никуда не едешь. Я еду. Нет, Катя. Да, я не хочу с тобой оставаться. Ты никуда не едешь. Ты меня не нужен, извини. Ты никуда не едешь. Ты справишься? Я, возможно, уберусь. Кто кривая? Я тебе ещё раз говорю. Я попрощу, чтобы ты остался здесь. Я ещё раз говорю. Нет, ты никуда не едешь, Катя. И тебе ещё раз говорю, я уезжаю. Кать, извини. Я не хочу, чтобы ты никуда ехала. Юр, ты можешь? Я сейчас плакать буду. Я тебе серьезно говорю, отпусти, пожалуйста. Я сейчас тебя укрою и все. Кать, я не хочу, чтобы ты никуда ехала. Извини. Катюш, зайчик. Извини, пожалуйста. Да какие извини, Юрк. Да не трогай мне ноги, Юр. Успокойся, я тебе... Ты можешь меня выпустить отсюда? Уйди от меня! Ты сюда, у нас вебенка. Ну что, Оксана, ну выйди, пожалуйста. Кать! Юр, ты можешь меня отпустить? Ты что меня сейчас доводишь, я не пойму? Мне плохо, ты можешь меня отпустить, пожалуйста? Катя, извини, но я не хочу тебя отпускать. Нет. Ты хочешь, правда? Попробуй, по ложечке чистой, да? Нет, я чуть не попробую. Ну как? Вкусно. Спасибо. До свидания, Юрк. Я же тебе обещал. Угу. Спасибо. Ну ты меня очень разжирала, честно. Ну ты тебе не делала. Своим поведением. Честно, я тебе отвечаю. Мне хочется прям тебя сейчас целовать, целовать, понимаешь? Очень хочется. Вот тут держу хлеба. Меня тоже расстраивает противник. Юр, я еду на поляну. Если мне не разрешат ехать на поляну, то я просто поеду гулять. Не гулять, подружки, я просто, значит, уйду. Катя, ну не уходи никуда, я не хочу. Это все сейчас играю. Я не хочу, Кать. Кать. Даже знаешь, ты мне так сделал, и Лера подошла. Лере стало мне жалко, когда я плакала. Потому что она человечная, она ко мне душевно относится. А ты понимаешь, там, ходил, кофточку себе вытирал, или что ты там делал, я не знаю. Я был просто на эмоциях. Прошу тебя, умоляю тебя, прости. Юр, на эмоциях убивают. Можно все на состояние аффекта скинуть. Юр. Кать, прости, пожалуйста. Такое ощущение, что ты сейчас нажал издавишь, чтобы она никуда не... Я не давлю ни на какую жалость, Лера. Слушай, хватит плакать вот это вот, господи. Я не плакал. Ты слезы свои выдавил. Я не плакал. Как можно выдавливать? Ты сейчас выдавливаешь. Я ничего не выдавливал, я не плакал вообще. Ты сейчас выдавливаешь. Я не плакал, Кать. Я реально не плакал. Юр, все. А сейчас хотел бы перейти, наверное, к следующей паре, или даже треугольнику. Это Юрий, Екатерина Токарева и Лера Мастерко, которая приехала с ним в городские квартиры, чтобы помириться с Катей Токаревой. Итак, Юра, расскажи, удалось ли тебе помирить подруг, близких подруг? Да, да. Катя в очередной раз, по моим подсчетам седьмой, рассталась со мной. Так вы расстались? Как утверждает моя бывшая уже девушка, да. Ты что будешь делать, расскажи нам? Ой, ну, будем время все расстать на свои места, Саш, посмотрим. Я пока решил переехать на поляну, там коллектив, там все-таки ребята, которые подскажут в нужный момент, что делать, как делать, как себя вести. Ты подруг вместе оставляешь или все-таки Леру с собой забираешь? Ну, Лерка жила на поляне, пускай она на поляну. Ясно. А, Катюш, расскажи, пожалуйста, нам. Вот ты не боишься, что ты сейчас помирилась с Лерой и сейчас можешь остаться без подруги, без молодого человека, одна-одинешенька на своих баулах? Нет, я не боюсь, я, честно говоря, я увидела сегодня Юру с другой стороны, и мне очень обидно, что даже он не пытался меня не мирить никак, а опять, может быть, даже столкнуть Лерой лбами, чтобы я пыталась его защитить, ругалась с Лерой, когда он ей пытался, ну, не знаю, мне это все неприятно. Катя, ты уже сегодня, я уверен, будешь думать, изменяет ли тебе Юра с Лерой, как он там живет и так далее. Слушайте. Не торопишься ли ты? Еще непонятно, кому повезло, если Юра ушел, знаешь, ну, ушел и ушел, господи, я что не пойму, я не понимаю, я что, не найду мужчину себе или в чем трагедия, я не могу пережить этот шок, у меня реально, у меня потемнело в глазах, мне стало страшно, я, извините, это не вес, который, извините, метр пятьдесят рост, это здоровый мужик, который просто меня пытался уничтожить сегодня. Если бы я пытался, то бы все с ней сидел. Спасибо, Кать. Лера, а вот ты сидишь молчишь, ты ничего не хочешь сказать? Мне что, Катю жалко по-женски, что Юру по-человечески, и Юра переезжает на поляну, но я его буду поддерживать. А пожалеешь его? Ну, я буду поддерживать, давать советы, потому что кто не ошибался. Какие советы, не подскажешь нам? Ну, если будет ему тяжело, то я его буду... Нет, ты будешь давать советы, чтобы он примирился с Катей, или чтобы он забыл ее? Вообще, чисто по-человечески, буду направлять его в нужное русло, чтобы парень меня... А это русло куда приведет? Я не настрадалась, я не знаю, куда это русло приведет. Ну, это ты же будешь направлять. Ладно, спасибо, Лера. Ребят, хотелось бы послушать вас, потому что эти ребята скоро будут жить с вами, поэтому ваше мнение? У нас вот очень Илья Гожиенко хочет сказать. Ребят, вообще не воспринимайте эту пару, их вот сейчас действия всерьез, потому что это игра Кати и Юры. Лера, а ты завтра будешь опять крайней, понимаешь? Ребята сегодня помирятся, никуда Юра не уедет, а если уедет, он уедет только лишь для того, чтобы как-то раскрасить, сделать бурной свою семейную жизнь с Катей. Ребят, вы просто так, если будете дальше выстраивать свои отношения и считать, что вот это самое яркое и приятное, что может быть, вы очень быстро их потеряете, и все. Леша Самсонов. Я знаю, что могу сказать. Я из этого всего треугольника верю только Лерочке. Вот. Остальным двум людям, ни Катьке, ни Юрке, я не верю, потому что уверен на 100% завтра, вот как сегодня Юра переедет, да, завтра-послезавтра, или Юра опять добро пожаловать в город, Катя приедет на примирение, да, или же Катя сюда приедет на поляну, чтобы помириться с Юрой. Поэтому, я думаю, если Лерка сможет как-то свои чары направить за эти два дня в Юрину сторону, то, я думаю, Юра сможет переключиться и будет счастливее вместе с Лерочкой нашей. Ну что, сегодня Юра переезжает на поляну, а также за ним едет Лера Мастерко, а Катя Токарева остается с нами в городских квартирах. Но сейчас хотелось бы поговорить, наверное, на тоже серьезную тему. У нас появилась новая пара, это Леша и Алина, которые сидят вместе, обнимаются, вроде все хорошо. Сегодня у нас понедельник, ребята, а это день заселения. Поэтому хотелось бы поинтересоваться у вас, готовы ли вы заселиться. Да, я думаю, мы будем заселяться, хотя Алина немного ломается, да, как-то. Я ее вчера ночью чем-то напугал, непонятно чем. Леша продолжай. Вот, поэтому, я не знаю, она немножко боится, переживает. Но я возьму все в свои руки, скажу, что мы заселяемся, и там вот сегодня-завтра, так как вещей много, мы переедем в комнату. Вот, мы выбрали же комнату, сегодня уже ее как бы обновили, готовили же там. Вот, поэтому я хочу сказать, чтобы она не переживала, ничего не боялась. Если она не захочет там близости первые там 2-3 часа, я, естественно, как бы воздержусь от этого. Вот, и не буду как-то настаивать. Алиночка, ну ты видишь, Леша готов ждать 2-3 часа. Ты готова? Ну, мы как бы решили, да, забронировать эту комнатку. Но сегодня, ну, мы же, наверное, не будем переезжать, а на ближайшие дни, то есть завтра-посезавтра мы туда переедем. А зачем оттягивать, Алина? Почему? Я вижу, что это с твоей стороны. Нет, смотри, Даша, я объясню. Может быть, мы посмотрим там фильм, да, естественно, в комнате и останемся, может быть, там спать. Ну, в любом случае, я вижу, что желание у вас есть, это уже хорошо. Ребят, есть кто-то против вообще на поляне, может быть, в городе? Нет, против Леша. Да, у нас есть Лера Мастерко. Баба, я одна очень хочет сказать, и она немного недовольна. Баба Яга против. Я не против, я просто хочу сказать, Леш, Алина была, наверное, напугана твоей стрелкой на твоем компасе ниже пупка, и поэтому она сначала испугалась. А если вы решили уже объединить пары и заселиться, тогда в чем проблема? Возьми двое трусов, двое носков, и со временем в течение следующего дня перетащишь. Поэтому вот, не будьте этим пенсионером на уст и гилет, который я подожду. Пока девочка теплая и готова заселиться, берите и заселяйтесь. Я благословляю. Ну что ж, если так, то мы все рады. Наконец-таки у нас образовалась красивая, шикарная пара. Давайте ребятам похлопаем. Удачи вам. Надеюсь, это будут длительные отношения, которые приведут к чему-то большему. Да, и еще, Даша, еще хочу раз повторить, чтобы никто ничего не думал, что нету ни машины, ни квартиры. Мне все равно на это. Еще раз повторяю. Леша, все равно, есть ли квартира или машина у нашей Алиночки. В любом случае, у нас пара, ребята заселились, они улыбаются, они счастливы. А это был наш любимый телепроект Дом-2. Построй свою любовь! Субтитры сделал DimaTorzok Да, я не хочу вообще заселяться, и я вообще считаю, что рано, я буду вообще, ну там, типа, фиг знает, когда заселюсь с ним, и потому что считаю, что рано, и не надо так спешить. Я говорю, слушай, ну ты поверь, Леха скажет заселяться, значит, заселишься. Вот и получилось. Так тебе не надо просто ее отпускать, держать изначально, выстраивать так, как тебе надо. Да, мы теперь пойдем в кино туда смотреть. Ночевать стоит уже там. Здесь еще вещи взяли, спустились, поднялись. Кино смотреть будете? Да, да, там мы там и заснете. А там мы специально, ничего не заснем. Ты засни его так в замке руки. А, вот так, знаете, вот так вот, в замке руки, и еще вот это. Леша, если пропадает интерес, он пропадает практически сразу, понимаешь? А здесь ты цепляешь его. Вот я прям это вижу. В чем это проявляется? Ты главное, вот мне кажется, если он, ты его цепляешь, и, блин, не хочу ничего советовать, опять притянут. Ну, ты, наверное, постарайся не отдаваться ему, чтобы для него было сложной добычей. Да, это понятно. Я поэтому, понимаешь, я тебе говорю, что я боюсь вот это, блин, скорое заселение, потому что это будет, с одной стороны, провоцировать его, понимаешь? Потому что, ну, как бы, если здесь он еще женскую спальню, да, как-то понимает, да, там, ну, и то, хотя бы, да, ты это понимал вчера. Вот, то есть, как бы, то там, у него, то есть, это, ну, провокация для мужчины, я это прекрасно понимаю, как бы, да, ну, в итоге, ну, ладно бы, была бы какая-то некрасивая девушка, там, ну, ты красивая девушка, ему нравишься, ему будет сложно, это понятно. И уже тогда не остановить, я вот даже не знаю, как бы я поступила в то, на то месте. Даю. Давай тоже. Да. Расскажи мне, пожалуй, честно, давай, вот, прям, вот, отвечай, прям. Нормально поговорим. Давай. Чего ты боишься, и что у тебя, какие страхи, и как бы, насколько... Я боюсь физическое блестя. Боишься со мной? Ну, вообще, как бы, я, да, просто тебя мало знаю. Ну, боишься, почему? Ну, потому что я... Ну, объясни, вот, объясни, какие причины, что ты боишься, что, какие последствия будут, или что, вот, именно от чего? Ну, Леш, как тебе объяснить, просто... Ну, нет, объясни, как есть. Как есть? Да, как есть. Ну, я просто три года спала с одним мужчиной, больше никого к себе не подпускала. Для меня сейчас это будет что-то, ну, не знаю, что-то новое, можно так сказать. Понимаешь? Угу. Нет, ну, просто тебе тяжело это все объяснить. Угу. Просто страшно. Может быть, ты любишь что-то в мужчину? Нет. Шагни вперед в среду очарования. Махни рукой на сплетни, суету. Забудь пару несбывшихся желаний. Ты лучше всех. А-а-а! Лови свою мечту. С кем жить, кого любить, кому готовить, кушать. С кем плакать, с кем растить детей. Кого ценить? Наверное, будет лучше не слушать призраков теней. М-м-да. Сожми кулак. Улыбку сделай шире. Теперь расслабь его и протяни скорей. Иди ко мне. Исполнь толпы желания. Исполнь толпы желания. Исполнь толпы желания. А-а-а. Вова, я, конечно, понимала, что ты волновался, но... Вова. Начнем с нуля. Покажем, кто сильней. Ты знаешь, Вова, я очень долго мечтала об этом наборе. Спасибо. Я не могу просто... Ты чуть-чуть опоздал, я уже убралась, но ничего страшного. Я смотрю, ты долго ждал, нервничал, да? Чуть-чуть, да. Обрати внимание на эту ложу. Чуть-чуть, чуть-чуть. Да, да. Блин, знаешь, что ты забыл? Швабру. Мы бы тогда из-за тобой пообирали. Прикольно. Искучно тебе одному? А есть предложение? Да. Расскажи. Позвонить к Колесиченко и позвать ее к себе обратно. Ну вот, серьезно, ты как думаешь, может быть, ты поспешил? Я? Угу. Угу. тебе оставила белье грязное, чтобы ты постежал. А где оно? Где трусы? Вон там. Ты держишь, что ли? Реально? Ну да. Можем спать вместе без блюд? Можем. Или не можем? Мне просто сейчас говорят внизу, заселяйте, сегодня ночуйте, там туда все. Я говорю, да, не без проблем. Я говорю, я могу ночевать, без проблем переночевать, там все, потому что я хочу, там, обнявшись уснуть, да, там или еще, чтобы он в этом плане тянет к человеку. Я говорю, ну, я, блин, ну, как вот, если, вот я прямо говорю, да, возбужусь, да, я говорю, я нифига не усну тогда. Я вот реально не усну, хотя мне хочется с тобой просто хотя бы уснуть, понимаешь? Я прижимаюсь к тебе, и мне это... Понимаешь? Понимаю. Мне кажется, больше всего Самсонов сейчас, я рад, знаешь, чему, что появился человек, которому будет постоянно готовиться. А мне кажется, ему нравится то, что появился человек, хотя бы, который ему нравится. Ну да, нет, она ему визуально нравится, это уже, для Самсонова это уже 35% успеха. Да не только один Самсонов хочет кушать, и Тёма хочет кушать. Давай семила к нам. Ну, а сейчас сделаем. Наводи, разбавляй. Уже почти готова, водичку уже мела, всё. Нашему-то бурдучку нам самое главное, чтобы, знаешь, у него беспаримовое масло, как всегда. Да. Чтобы наше зрение у нас лучше становилось, и чтобы наш мозг хорошо развивался, да? Быстрее. Быстрее, да. Потому что у нас проблемы, мне кажется, у нас такой хитрюга, что, извините, мало не покажется. Самый хитрый малыш. Пойдём? Фильм поставишь. Если есть желание. Ну как-то, ну где его смотреть будем? Ну я стул поставлю рядышком. С кровати. У меня там, кстати, коврики, можно взять там, подушечки понаскладывать. Посидишь. На комнате? У тебя же ноги не затекают? Нет. Потому что, ну сам пойми, это будет как-то не скромно. Да ладно, залезу я к тебе что-то. Куда? Куда? Я, в смысле, вообще не пошлый человек. Ну смотри, если ты будешь пошлеть, то ты меня оттолкнёшь от себя. Я знаю. Я написал, что её уже 40 миллионов смотрит на это всё. О, у меня же тортик есть. Правда, ему 5 дней уже. Поешь, поешь. Я тебе ауру создам. Ты посмотри, что я ем. Блин, здесь даже трусов нет, одиночнушки. Да что ты накидываешь, ты дурак, наверное? А? Смотри, как ты бывший, бельё своё бывши развешиваешь. Ведь бывшая твоя. И чё? Она может, понимаешь? Ну и чё? Красиво. Ты объясни мне, почему, почему я должна делить твои ложи, давай тогда загородим твою половину и мою. У нас между нами Миша лежит. Нет, давай загородим тогда. Мы и так спим под разными дьяволами. Нет, ну давай загородим, чтобы я тебя не видела. Да как ты меня не видела? Чтобы я тебя не видела. Так а ты ночью спи, а не смотри на меня. Нет, я ночью поворачиваюсь. А зачем ты ночью спишь? Мне нельзя спать на животе, мне нельзя, чтобы меня ударяли. Я не могу спать на этом маленьком диване, потому что тогда же садушку мне принеси. А чего тебе здесь не спится? Я не хочу спать с тобой в одной кровати. В чём проблема? Вчера только что хотела. Ну под разными одеялами. Ну под разными одеялами. Я тебе не говорю, что мы под одним одеялом будем спать с тобой. Как спали, так и будем спать. Ничего не поменялось. Я тебе серьёзно говорю, это вот самый нормальный вариант того, что появится у тебя молодой человек на горизонте, я уеду. Появится у меня девушка, я уеду с ней на поляну. Или выгонишь меня. Я тебе не буду выгонять. Я тебе знаю, подстава, как ходячая. Ну что, ты конкретная подстава, что ты хочешь от меня? Ты сейчас оговоришь одно, а завтра скажешь другое. Ну всё, ну чё ты это? Ну Санька, нашему-то другу бы Глебке на 200 килограмм скинуть, да зажил бы он, штыричок. А мне Глеба, правда, иногда тоже очень жаль, я его понимаю просто, что на самом деле его весе, мне кажется, является самым главным комплексом его жизни. Он постоянно просто на это внимание своё ацентирует. Если мне это сбросить, если мне сбросить, я сброшу, я сброшу, я сброшу, килограмм 80. И заживу, и заживу. Просто на самом деле я тебе скажу так, что с Оксанкой, с ней очень тяжело. С ней очень, я просто знаю, я с ней жил и просто общаться тяжело, когда ты с ней ещё живёшь в одной квартире. Вы слушаешь его 24 часа в сутки, это нереально просто. Ну да. А он с ней уже две недели, понимаешь? Зато вот с этим самым медведем, который у него живёт, у него всё получает. Он видеоблоги записывает с ним вместе. Потому что он понимает его. Вот он видеоблоги здесь записывает. Ты где ты их нашёл-то? Слушай, в разделе видеоблоги на сайте dom2.ru. Ага. Там, кстати, я тоже бываю частенько. Откровенничаю. А я тоже периодически записываю здесь видеоблоги. Да и Глеб там, наверное, записывает видеоблоги. Да, вот. Откровенничает. Здесь его блоги по поводу Оксаны. Глазам не верю. Но и вид. Ладно, вид. А запашок? Я звоню ребятам. Мэй, вот твоё задание. Чарт отведёт тебя на встречу с человеком, у которого второй листок с цифрой. Их ты тоже заплопнишь. Потом тебя отведут в интерьер-место, где ты получишь окончательные инстанции. Скучал по нам, напарник? С возвращением в полицию. Мэй, ты быстро мучаешься. Если справишься с этим, тебя ждёт прекрасное будущее в бизнесе для дихания. Диана Маетсяак. Спасибо. Здравствуйте, я Ксения Бородина и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Глеб и Оксана уже который день не могут решить свои разногласия. Несмотря на расставание, ребята пошли на принцип и ни один из них не выехал с городской квартиры. Смогут ли Глеб и Оксана найти силы для примирения или сегодня последний день их совместного проживания, мы узнаем совсем скоро. Наступил 3137 день нашей телестройки. Вчера попытка Юрия Слободяна помирить Екатерину Токареву с Валерией Мастерко не увенчалась успехом. В итоге парень потерял отношения с самой Катей. А Самсонов Алексей заселился в отдельные апартаменты с Алиной Алексеевой после того, как девушка пообещала ему избавиться от своей вредной привычки. Ну а Оксана Рязко попросила Глебу Клубнику срочно переехать на поляну, потому что она собирается провести в городских квартирах кастинг. И хотя Глеб согласился, то он Оксаны ему определенно не понравился. Со мной так будет разговаривать. Со мной не смел никто так разговаривать, как ты тут разговариваешь. Сам свой рот закрой, тебе еще разговаривай. Я тебе ничего не сделала. Я не базарю, а разговариваю. Базаришь, это ты. Я нормально с тобой разговариваю. Сам ты мышь. Ты вот сейчас за свои оскорбления, за то, что ты сейчас делаешь, ты потом будешь жалеть и носиться за мной. Я тебе еще разговариваю. Ну да, посралась, чтобы носиться ты нужна. Я тебе еще разговариваю. Давай, удачи. Удачи тебе. Я тебе огромной удачи желаю. Желаю тебе успехов в будущей жизни. В развитии твоей карьеры. Будет у меня тут еще швырять. Закрой рот и не грызывай. Ты, слушай. Чего слушай? Ты хамало. Вот сейчас ты ведешь себя как хамало. Да, хоть как я веду себя. Как веду, какое есть, какое есть. Ну, а ты будешь жить с таким, какой ты есть, один. Одинешенек. Да и ладно. Одному лучше. Слушай, я тебя оскорбляла хоть раз здесь. Я хоть раз тебя назвала вонючим, там, каким-то непонятным, там, волосатым, большим, огромным. Ты меня какими матами сейчас только не обложил. Не интересно. Не интересно мне. У меня общественное не интересно. Ты не имеешь вообще никакого права меня материть. Понял меня? Хамало поганое. Никто и ничто, сбоку бантик, мне будет еще что-то говорить. Ну, все, супер. Тебе еще раз говорю, да. Никто и ничто мне со мной так разговаривают. Да, соберусь нормально, говорю. Иди край свою рожу. Собирайся нормально. Не рожу, а лицо. Я накрашусь тогда, когда посчитаю нужным. Да ладно. Понял? Да ладно. Прохладно. Ага. Угу. Оксана, не провоцируй тебе, говорю. Я тебя не провоцирую. Закрой, говорю, рот свой. Ты меня мат в огонь. Закрой, говорю, рот свой. Я сейчас соберусь спокойно и уеду. Ты что орешь? Ты не можешь по-человечески? Ты что, я не знаю? Понятно. Закрой рот свой сейчас. Вот ты уже совсем с головой не дрожишь. Реально, зачем ты опять сушилку швыряешь, кидаешь? Причем здесь сушилка? Я, наоборот, не считаю нужным. Не надо было им выезжать. Надо было, знаешь, все равно... А еще все все нужно. Все равно, если их что-то сближало, если они вместе как-то жили, их друг друга все устраивало, им надо было все равно этот период пожить, как соседи, как там друзья. Потом бы, может быть, он увидел ее с другой стороны, она бы его с другой стороны. И так, знаешь, придерлись бы, поменялись. Так, нужно на расстоянии быть, чтобы это все понять. Чего надо выйти? Нужно на расстоянии побыть, чтобы это все понять. Нет, ну, я не знаю, расстояние... Для их случаев расстояние сыграет только негативность. Потому что Глеб там уже приживет, у него все будет нормально. И все, поэтому, не знаю. Я бы, знаешь, сделала бы все, чтобы они... Ну, Рязки надо было его удержать. Потому что, если она чувствует, что он ее не любит, да, и ей надо было попытаться сделать все возможное, чтобы в себя влюбить. Эй, психи! Ты куда собрался? Наполею. Что с вами происходит, я не пойму хоть? Вчера все нормально, сейчас опять непонятно, что. Спасибо, граждан. Что со мной так разговариваешь? С утра, мина опять, кирпич, из-под кровати вылезает. Я веселая пришла, опять настроение, мне все испортил. Все ему не так, все ему не эдак. Хоть раз сделай то, что ты сказал, по-настоящему. Давай. Оксана, что случилось, Оксана? Да, не умеет он себя вести и не хочет учиться. В смысле вести? У нас с тобой кастинг сейчас будет. У меня и у тебя. Я буду проводить, и ты. Ну и что? Он мне мешает. В смысле мешает? А вот так вот с вами. Потому что он с утра проснулся, понимаешь? Все ему не так, все ему не эдак. Зачем мне эта обуза нужна? Ему все не так. Он взъехал, должен был вчера еще уехать на поляну. Ну, вчера вот так вы, что он остается. Чего ты ж начинаешь? Вчера должен, 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 должен. Потому что у него настроение меняется. Он вчера меня в шею целует. А сегодня он меня на три буквы опять посылает. Из-за чего? Расскажи, Саша, из-за чего? Из-за чего? С утра я пришла, и из-за чего? Короче, я сейчас пойду на крашу. Потому что я пришла, тебя здесь не было. Не так я сказала, Саша. Врет. Не так я сказала. То есть, Оксана, ты из-за кастинге угоняешь в глибо, что ли, прямое? Нет, не из-за чего я стою за кастингом. Мы с человеком не живем. Он должен был вчера собрать чемоданы. Он вчера их разгрузил обратно. Сказал, ты мне не указ, я буду делать так, как я хочу. Ой, а тебе этого не хотелось высказать. Сейчас я при... Какой мужик придет сюда, если, например, мы же с ним не можем быть вместе? А ты сейчас сразу мужика сюда приведешь, что ли? Ну, кто знает. Может, я сейчас влюблюсь с первого взгляда. Сейчас у меня, может, любовь с первого взгляда. Он тебе вчера сказал, что если ты влюбишься с первого взгляда, у вас на трещи спокойно переехать в другую комнату. Ну, так я ему, и что бы ему и было, сейчас поедет на поляну. Чтобы ему комфортнее было. Я не люблю такие цветы. Смотри, держи цветы. Я не люблю такие цветы, ты же знаешь. Давай телефон мой! Нет. Ты что, не понял? Я говорю, что, дай мне телефон. Что, Кать? У нас нет отношений. Ну, блин, мы будем дальше. Оксана Рязко своими настойчивыми требованиями от Глеба срочно переехать на поляну довела его до нервного срыва. А соседка ребят, Варя Третьякова, увидев эфир, в котором Олег предлагал Кате Глесниченко приехать к нему в городские квартиры, закатила Олегу скандал. Дай телефон сюда. Дай телефон. Дай телефон. Ты что, больно? Сука, не дай телефон мой! Нет. Ты что, не понял? Я говорю, что, дай телефон. Телефон дай мне мой. Ты что, меня доводишь? Сука, тупая. Отвали от меня! Отвали, говорю! Сука, убери, сука. Ты мой, я... Так. Так. Пошел вон отсюда. Сказала. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Чмой. Ты вообще-то поздно, понимаешь? Как слышал. Ответ меня. Сказала. Пошел вон отсюда. Понял? Какой че. Сдох урок. Варюнь, что случилось? Варюнь, что случилось? Варюнь, что случилось? для себя если я захочу да там и пойму что я вот ну там не знаю вот и сейчас на данный момент моем до подсознание моей голове я не хочу курить не это не надо вот если у меня что-то помните внушил нет ну почему нет ну а кто сейчас может сказать что курить это хорошо нет я тебя понимаю просто говорю нот как бы он может дан по-нормальному подойти поговорить просто получается 1 1 нормально до общаться выходит там на строк при ребят ну да вы их раху и он привык востябываться так чуть-чуть все он как он не может же главное что там да вот он как он со мной потом гонать его при ребята да там голос на меня повышать все почему я заплакал то что мне обидно что как бы да вот он пытается себя как-то ну такого за да да но на самом деле в глубине души мне кажется не такой и все говорят как ты не чувствуешь что она курит все это время она не курил вообще она вообще не курил она вообще не курил она вообще не курила на цвета нет вообще нет а гортый винге горой не как они курил я вообще не видел так же горой ковалевого один в один ага да да есть это москвы это все прямо у скулы вот эти но есть чуть-чуть и вот вообще ну как там аси мать ничего нормально но одень ее но вот я хочу там я я вот хоть реально здесь я слежу смотреть думаю взять там это губы сделать мне сделать губы да ну верхнюю если так в верхнюю купите там Это он носит в кроссовках, в черных носках Нет, не, у него там, а да Пойди так, одеть там, да, нормально там все делать Там джинсы, там тысячи за тысячи семьсот То есть, а, давай, а можно? Давай, правда На перезагрузку? Ну, не знаю, может, можно Это акон Он обидится, вот сейчас подойди и скажи, давай тебя на перезагрузку Нет, я грамотно все сделаю Да, ну давай Не могу быть виноват, давай признаем это Ты за то, что оскорбляешь, я за то, что так вот функционирую сильно Иди-ка, ну иди сюда Самая лучшая у меня, Варя, иди сюда Куда ты бежишь опять, скажи мне? Ладно, пошла Отвали от меня, блин, отвали Стань, блин, от меня Стоит Алине стрижку сделать? Да, нет, конечно, волосы никак нет Ну, так вот, как он не огражден Ты знаешь, я могу сказать, вот по поводу того, что она сейчас говорит, по поводу коре, да? По поводу коре, не знаю, я сколько знаю вот девчонок, да? Вот так же Ковалева, да? Там здесь в Москве, девчонок, полон 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 А вы полон, да? Были, смотри, слышишь, Алин, были стрижки, да, такие вот нормальные, да, там все Там, как у тебя длиной, там чуть длиннейший Ни одной не было того, кто подстригся под корей и мне не нравился Мне кажется, вот даже Бородина, когда подстригся Главное, чтобы мне нравилось, в первую очередь, а не тебе Нет, я тебе говорю просто, я просто говорю, ни один раз, понимаешь? Ни одного раза такого не было Стрижка, мне волосы вообще, у нее все идеально Понимаешь, у нее все идеально Ей просто нужно подчеркнуть фигуру Она и так у нее есть Ей просто есть Такие люди, которые, ну, не могут Я просто, смотри, ты сказала про губы, я почему-то спросила Про стрижку, потому что Не хочешь ли ты, ну, неоднократно говорил, что она похожа на Настю Ковалева Ты не хочешь из нее сделать? Не надо из меня никого сделать Меня мама с папой сделали, они не хотят Нет, подожди, ты про губы спроси Подожди, ты про губы спроси, а зачем ей губы делать? Нет, подожди, а зачем ей из нее делать человека, с которым я расстался? Но ты расстался, потому что там были моменты такие, которые ты не смог теркнуть А тут ты ее любил? Я не понимаю тебя Ты ее неоднократно спросил Зачем мне? Причем я себе Хорошо, а почему ты про губы сказал? Что про губы? Ну, что увеличить губы? Мне, смотри, я почему я сказал? Вот опять не нравится Я ссюхаю А вот сейчас ты губы не расписывай, а там тебе грудь нахуй Да ты послушай, с чего началось Ну, подожди, да Ксюхе-тед прошел Вот, я говорю, ксюхлю Ну, конечно, блин, хорошая, красивая Только ведь надо вот, ну, Бородина Я же с ней дружу А она говорит, только вот надо стиль поменять ей Все свои оскорбления, они были Это повод хватать меня за лицо, чтобы мне все лицо было в ссадиных теперь У тебя нет в ссадиных лиц? Ну да, наверное, мне опять кажется Ты оскорбляешь Я хватаю Давай сделаем так, что... Да, начнем с того, что ты хватаешь Потом же летят твои адрес оскорбления Давай ты говоришь, чтобы не было такого Я не буду с тобой ни о чем договариваться А как дальше? А как быть? Я могу с тобой о чем договариваться Ты неадекват полный А ты... Ты такой же неадекват Мы с тобой, да, неадекват Вместе Надо мне подписать под свою линейку Под какую линейку? Под свою? Что ты несешь? Ты неадекватная, такая же, как и я Еще хуже А в чем неадекват? Моя неадекватность проявляется Так я не могу Ты материшься, как сапожник Это неадекватно? Это неадекватно Это просто эмоции По словам молодого человека нельзя так кричать Вообще расскажи Олег, если ты себе позволяешь Поднимать на меня руку Ты что хочешь, слышать в ответ? Я не хотел поднимать на тебя руку А что ты сделал? Тебе тоже не мешало ничего Поднимать на меня руку А что ты сделал? Я схватил тебя Алин, ты чего обижаешься? Ты можешь сказать мне? Я что сказал, что в тебе что-то не так, что ли? Чего ты реагируешь? Ну, просто надоела тема В тот момент, как я пришла Все время обсуждаю, что там Вот это, вот это, вот это Что вот это? Давай, по факту Что вот это? Что вот это? Что вот это? Алин Что вот это-то я не пойму Что? Кто тебе сказал, что это не так? И то не так, и то не так? Кто? Ты можешь мне сказать? Ты можешь мне сказать? Что за человек тебе сказал, что в тебе что-то не так? Я сижу здесь Вот, вот это, знаешь Вот, единственное Вот женщина В женщинах никогда в жизни не поменяется То, что Они думают То, что хотят думать Они даже не слушают Я сижу здесь, расписываю Что у тебя идеальные черты лица У тебя идеальная фигура Понимаешь? У тебя все полностью идеально И ты сидишь, что-то плачешь Где мой телефон? А вот Вставь, пожалуйста Больного, что ли? Ты что делаешь? Ты идиот или что? Деградант Оконченный Ты больного или что? Ты что делаешь? Ты хренела или что? Ты что, вообще перекутал? Ты что кидаешь в меня? А кого хрена ты делаешь? Мне кидаешь в меня Дай мне мой телефон Ты зачем кидаешь в меня? Дай мне мой телефон Ты зачем кидаешь в меня? Отвали от меня Дай мне мой телефон Ты зачем кидаешь в меня? Телефон, ребра Мне ребро сломал Дай мне мой телефон Нет Я говорю, телефон ему дай Ты мне ребро сломал Олис Пойдем за кухню Что же? Что вы растерёшь? Что такое? Представляешь, я настолько сильно Безумно люблю Лёшу Чтобы это всё послушать Я не могу, мне даже нет Мне нравится всё Мне удобно, ничего не хочу менять Вообще ничего Всё, ну чего? Ты чего я истеришь? Держи Чего начинается? Тяжело Привет, Катюша Боже Здравствуйте Господи Что, господи? А? Что, господи? Катюш, ты мне не будешь турки дать? Уверена? Ты за глаза что говоришь? Что я говорю? Что я к тебе сам приползу? Нет Катя, ты за глаза говоришь, что я к тебе сам приползу А ты это слышал? На тете ты что говорила? Ну ты мне покажи Ничего не будет, он сам придёт Ты мне покажи, даёт Он сам придёт, Катя? Я сам должен за тобой бегать, Катя? Я что-то не понимаю Я должен за тобой бегать? Ты говорила на тете, что он сам придёт Мне ничего делать даже не надо Он сам приползёт А я делаю салаты Да, спасибо Ты что так стоишь в небо? Ты кидать собрался или что? Я помириться ехал Зачем? Зачем? А ты не хочешь? Ну, после вчерашнего У меня плохой осадок и... У тебя плохой осадок? Так ты говоришь мне здесь Когда я вчера уезжаю Что? Да вам ты не будешь Обо мне плохо отзываться А как я плохо от тебя отзываюсь? Меня спросили на тете есть Что я сам должен за тобой бегать? Ну, я не сказала, что ты должен бегать А что ты сказала? Сказала, что... Боже Честно, смешно как? Ты можешь убрать торт, и я бесю Честно, ты боишься тортовка, чёшь? Ты можешь убрать торт, и я... А я вчера так и не попробовал торт Ты можешь убрать торт, я ему поговорю Нет, на, цветы, кстати, тебе Я не люблю такие цветы Не любишь? На, держи Я не люблю такие цветы Я не люблю такие цветы, ты же знаешь Больше всего бесит, когда баба сидёт и говорит Да, он приползёт ко мне на колени Да Он думает внутри по-другому, а на словах У кого-то выражает Да, 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 кто ты? Чё он должен к тебе на колени приползать? Чё он такого вообще сделает, что он должен на колени к тебе приползать? Ну вот Понятно Вот у Колена всегда яркие отношения Все бабы за ним на коленях ползают, в коробке спят Правильно, Колена, правильно Только ради одной дуры сделал наколку, блин, тебя жалеет, наверное Или нет? Нет, не жалеет Да А чё у него, военный морской флот Не лэмэ, вэвэ Вэмэ? Вэмэ Вэмэ Военно, морской и фэ ещё надо Военное море, короче Ты делаешь тупо из отношений нормальных? Отношения с Винцеславом? Что? Что, Кать? У нас нет отношений Ну, блин, куда мы дальше? Сука Конченый Пошла Иди вон Ещё кое-что Вчера Такое натворил Я Тебя, Кать, это никогда не забуду Иди в жопу Понятно тебе? Ты чё? Ригела, что ли? Токарево Сколько ты можешь мне мозги трепать? Сколько ты можешь мне трепать? Сколько ты можешь мне трепать нервы? Сколько ты можешь мне трепать нервы? Иди в жопу, Юр Сколько ты можешь мне трепать нервы? Я тебе этого не прощу, Юр Сколько ты можешь мне трепать нервы? Я тебе этого не прощу, Юр Сколько ты можешь мне трепать нервы? Я тебе это не прощу Сколько ты можешь мне трепать нервы? Я тебе это не прощу Я тебе это не прощу ещё раз Мне всё равно, что ты мне не простишь, блин Нафиг ты за глаза такой говоришь Пошёл в жопу, идёт Пошла со мной на подъемотку. Ну нужно ей высосать проблему, просто вот это вот устроить, какой-то скандал не о чемных. Да-да заткнись, дай мне сказать. Сама заткнись. О, вы ж агрессивны. Это ж переселение душ. Калька швидьба. Варя, Варя Олега, произошел настоящий скандал, переросший потасовку. Из-за того, что девушка увидела в эфире, как Олег предлагал Кате Клесниченко приехать к нему в городские квартиры. И хотя парень попросил у нее прощения, Варя идти на мировую не собирается. Новая девушка Алексея Самсонова Алина Алексеева, после того, как узнала, что Лешу не устраивает ее внешний вид, сильно огорчилась. А Юра Слободян, заявившись Кате Токривой с тортом и цветами, не сдержался и вывалил ей торт на голову за ее самоуверенность. Ну а впереди лобное место, на котором Ольга Бузова поможет ребятам разобраться в их отношениях. Достаточно уже Глебу терпеть головомозговыноску, рязку. Пора уезжать на поляну и вдохновляться, и заниматься собой. А вы с чем Ольгой Бузова? Действительно, ребята, Глеб, хочу спросить у тебя, как тебе удавалось все это время терпеть такого монстра Оксану Рязку? Нет, абсолютно не так, Оксана Рязка, не монстр. Сегодня, мне кажется, был эпогей твоей раздраженности. Сегодня ты всем своим поведением показал, что он настолько тебя раздражает, что ты не можешь себя держать в руках. Принеты летали, мастерные слова звучали. Понимаешь, Александр Задойнов все время был на чеку, потому что он боялся, что может случиться какая-то потасовка. Потасовки никакой бы не было. Я объясню, почему сегодня было такое у меня поведение. Поскольку, мне кажется, любому уважающему себя парню фраза кинутая в авторопадность, что я даю тебе 15 минут. Короче, в общем, я сейчас пойду накраслю, чтобы пришла твоего духа, чтобы здесь не было. Короче, собирая вещи и уезжай на поляну. Мне не понравилась надмедность и высокомерие Оксаны Грязской. После чего, как бы, я абсолютно спокойно собрал вещи и в комнату весь день не заходил. Находился у Саши Задойнова, ждал, пока наступит лобное место, чтобы после лобного места переехать на поляну. Я ни с кем конфликтовать не собираюсь. Просто мне не понравилось обращение в Майдус, которое я считаю, что в данной ситуации я абсолютно никак не заслужил. К сожалению, а может быть, к счастью для ребят, вот так вот печально закончилась любовная история Оксаны и Глеба Жемчугова. Сегодня после лобного места он приезжает к вам на поляну. Есть желающие сказать что-нибудь по поводу этой ситуации? Я рад реально за Глеба, что у них все с Оксаной закончилось. Я не знаю, они зачем там кота тянули за одно место, да, потому что было невооруженным глазом. Видно, что Глеба Оксанка раздражает. Но никак он с ней не может. Хоть ласково с ним она, хоть грубо, хоть ругается. Никаким способом он не хотел с ней оставаться. Поэтому, Глебасик, давай приезжай, будем строить. Я уже нашел свою вторую половину, помогу тебе найти свою вторую половинку. И будем в гости друг к другу парами ходить. А мы переходим ко второй теме. Она тоже касается городских квартир. Олег и Варвара. Я вам говорила, ребят, о том, что когда вы слишком часто кричите о своей нереальной любви, о нереальных чувствах, в какой-то момент ваш юмор, да, сарказм, он сыграет с вами злую шутку. И сегодня вы очень-очень сильно поздорили. Было и все. И оскорбление, и рукоприкладство. Собственно говоря, мне хочется, наверное, чтобы вы объяснили мне сейчас, ребятам, нашим телезрителям, причину вашего конфликта. И самое главное – последствия. Да. Оль, я просто не понимаю. Сегодня начали смотреть эфир. Показывали разговор Калисниченко и Олега в туалете по телефону. Я просто услышала, что Катя у него спрашивает, ты хочешь, чтобы я приехала? Если не хочешь, я не приеду. На что Олег сказал, я хочу. Я начала ему высказывать то, что он мне опять врет, то, что, как он говорил, что ничего подобного в телефонном звонке не было, но что на меня просто налетели. Теперь у меня все лицо в ссадинах за это. Я не понимаю, за что я заслужила такое вообще отношение к себе. Я просто высказала свое мнение по этому поводу, что мне это неприятно, почему я должна молчать. Честно, это было ужасно. Если бы Варя пришла к нам за помощью и попросила как-то в этой ситуации разобраться, мы бы прилили меры. Но поскольку это ваше отношение, отношение между мужчиной и женщиной, мы всегда в этих ситуациях предпочитаем давать вам возможность самим разобраться. Но то, что было сегодня, Олег, это было ужасно. Можно высказать? Да, конечно. Вы знаете, последние 2-3 дня, вот ты говоришь, да, мы кричим о своей любви, там, еще что-то. Я просто реально счастлив в последние дни, потому что у меня к Варе появляется то, чего мне не хватало. У меня появляются реально к ней настоящие чувства. Я реально уже ощущаю, это ее своя девушка, для которой я хочу что-то делать, для которой я просто, ну, я прихожу там радостный, да, там. Поэтому ты ее сегодня бил и таскал по глазу? Я никого не бил, я просто схватил. Мы сидели, смотрели эфир, она говорит, включи. Подожди, ты раскручивал ее, у нее пальцы опухшие на руке. Я разрезала тебе палец. Это что ты знаешь? Ну, она ударила, ударилась об меня. Я ее, что ли, разрезал, палец остановил, разрезал чем-то, вы чего прикалывается? Она ударилась об меня. Она ударилась об меня таким образом, что разрезался палец? Я не буду оправдываться, я реально сегодня был виноват. Я сегодня был виноват во многом, да, потому что я реально, мы сегодня смотрим этот эфир, ей какого-то вот нужно, ей высосать проблему, просто вот это вот устроить, какой-то скандал, ни о чем. Почему не о чем? Что? Она прям колонку вот так послушала, кухню послала. Что ты там сказал? Зачем тебе это нужно? Это было тогда, когда мы поругались. И что это было? Она не знала об этом. И если бы ты ценил ее чувства и уважал бы ее, ты бы нашел слова, чтобы объяснить ей. Вместо этого ты начал на нее наезжать, орать, и еще она получила от тебя. Я просто взял ее за лицо в этот момент, она начала меня оскорблять, и все, и тут понеслось. У нас пошла потасовка, короче. Так я не могу понять, ты сожалеешь, тебе стыдно? Я сожалею, мне безумно стыдно. Или ты понимаешь, почему она все это сделала? Мне безумно стыдно, я сожалею, что она у меня просто на словах не скупа, а я вот так вот как бы реагирую на ее слова. Потому что меня никогда девушка не оскорбляла, моя личная, которая там со мной рядом спит. Такими словами называть, ну это вообще ужас, конечно. Я просто не сдержался сегодня. То есть Варя тебя может оскорбить, а ты можешь ее ударить, поднять на нее руку. Для вас это норма, да, ребят? Ой, просто я не понимаю, о каких трех днях говорит Олег о том, какие чувства появляются, взаимность какая-то, он по мне скучает, когда уходит. Я не понимаю. Я это вроде, знаешь, какой-то момент чувствую, но до тех пор, пока я сегодня, опять же, не взяла телефон и не прочитала, что там написано. То есть еще и в телефоне, да? Да, там эти подруги, о которых он говорил, которые его подводят после работы, что это просто подруги. Знаешь, я не понимаю такого дружеского общения. А что подруги пишут, расскажи, пожалуйста. Знаешь, такое сообщение, что бы ты ни говорил, что бы ни говорил весь мир, между нами что-то большее. Это подруга ему пишет? Да. А что за подруга такая, которая пишет занятого мужчину, что между ними что-то большее? Которая подвозит его по утрам после работы. Есть еще одна девушка, к которой он пишет, давай встретимся, приезжай ко мне городским квартирам. Ты же знаешь, что теперь здесь у нас есть больше времени видеться. То есть я не понимаю, где вот эта правда-то в его словах, о какой-то искренности, чувствах. Ну, Олег, действительно непонятно. Я обещаю. Когда слышишь и видишь то, что ты говоришь и делаешь, а потом, когда сталкиваешься с этими эфирами, понимаешь, когда ты уже не понимаешь, насколько долго будет фигурировать Катя Котинченко в ваших отношениях, когда читаешь эти сообщения, возникает большой вопрос. Где ты настоящий? Я настоящий с ней. У меня, понимаешь, что детектор показал. Я переписываюсь, но я не изменяю ей, не встречаюсь. Это просто переписка, это общение. Что значит просто общение, если вы обсуждаете с другой девушкой, что между вами что-то больше, чем просто дружка? Это она написала, это не я ей писал. И что ты ее пресек? Да, да у меня ничего с ней нету. Это моя бывшая девушка. Мы встречались и год назад. Может быть, стоит уже в конце концов пересмотреть, Олег, свои отношения. И если ты говоришь о том, что ты счастлив с этой девушкой, то всю свою прошлую жизнь перечеркнуть черным маркером и жить ей. И только ей. Да, это абсолютно правильно. Так и нужно сделать. Сейчас у меня все вот так, как я хочу. Поэтому я буду прекращать реально общение с какими-то своими подругами, с своими друзьями. Просто не буду общаться все. Ну, Вареш, мне кажется, что Олег уже это говорит. Мне кажется, нужно вот сейчас просто поверить ему. Ты взяла с него обещание. Не, Оля, это на самом деле, это опять же просто слова. Олег это мне уже заливался неоднократно. Ну хорошо, если это просто слова, что ты будешь делать, что ты с него расстанешь, что у меня есть на поляну. То есть, Олег говорит о том, что все серьезно, он серьезно ко мне относится, он на самом деле хочет нормальных отношений. То, что начал чувствовать ко мне чувства, да, как он говорит. Ну, у меня лично один выход, пускай менять сим-карту. Не хочет менять сим-карту, ну извините, значит, не готов к серьезным отношениям. Так, Олег, как тебе такое предложение? Никогда в жизни ни сим-карту, ни контакты удалять или еще что-то с моим телефоном связано не будет. Ну это все. Никогда в жизни. Можно занести просто в черный список. Олег, не надо ничего удалять, занести в черный список. Я занесу в черный список. Занесешь в черный список. Но это, собственно говоря, тоже выход, Олег. Если ты принимаешь решение оставаться с своим телефоном и не расставаться с прошлым номером, тогда сделай все для того, чтобы твоя девушка была уверена в тебе, и чтобы она спокойно тебя отпускала на работу, а не мучилась в догадках, кто к тебе там подошел со словами, что между вами что-то большее, чем просто дружка. Да я при чем вот здесь, я при чем, я писал что ли эти слова? Мне написала она слова. Мне кажется, знаешь, сегодня уже перебор эмоций. Столько было друг другу плохого сказано. Вы себе испортили весь вечер, который должен был сложиться совершенно по-другому. Вы сами во всем виноваты. В общем, молодец, что попросил прощения. Я надеюсь, что... Я попрошу еще у нее по 30 раз прощения, пока не простит. Умничка. Вот такой вот Олег Майами мне нравится, который умеет признавать свои ошибки. Ну что ж, мы тем временем переходим к следующей теме в городских квартирах. Юра и Катя Токрежев. Вы знаете, Юра сегодня так смело зашел с тортом. На самом деле, просто хотел вручить ей. Он намеревался, наверное, подарить торт Катя. А в итоге торт... Снова сорвался. Оказался где, Юра? На голове. На голове у кого? Моей девушке. На голове у твоей любимой девушки. Ну, полянские, видимо, этому довольны и радуются. Но мне хочется узнать от себя, Юра, что ты хотел этим доказать? Я ничего не хотел доказать. Катя, на самом деле, просто вчера такая ситуация сложилась, что торт улетел, и мы его не попробовали даже сегодня. Я хотел его реально подарить, но постоянные вот эти слова, что я тебя не люблю. Хуже, мне кажется, было, чтобы она вообще ничего не говорила. Так хотя бы она хоть что-нибудь говорит, значит, какое-то внимание есть, в принципе. Катя, это просто резко твоих эмоций. Прости меня, пожалуйста, за торт, Катя. Я действительно, ну просто, блин, вот эти вот все слова, что там я как на побегушках, как она говорила сегодня. Да я не хочу, Катя, я просто захотел приехать, я соскучился. Так, хорошо, ты соскучился, ты приезжаешь, ты приезжаешь с цветами и с тортом. Она берет эти цветы и бросает в меня. А ты решил бросить торта? Ну, что-то вроде этого. Катюш, понимаешь, хочется спросить просто у тебя, есть ли перспектива в этих отношениях? Если ты считаешь Юру предсказуемым, что тебе скучно, что тебе не интересно. Может, проблема просто в том, Катя, что он, ну он как бы просто вот такой нормальный обычный парень, который не будет себя мутуть по квартире, разбивать компьютеры, понимаешь, и днями с тобой не разговаривать. Оль, я не хочу вот это мутуть, не все остальное, я хочу наоборот от этого отойти. Я хочу четкости, понятия. И чтобы вот мужчина сказал, мужчина сделал. То есть, Катя нам вчера сказал, что он с тобой расстается, он должен был с тобой расстаться? Блин, я говорила. Да-да, заткнись, дай мне сказать. Сама заткнись. О, видишь, агрессия. Ты думаешь, что мне сейчас так нравится? А что ты рот затыкаешь? Он такой ощущение, потому что я сейчас говорю, ты параллель говоришь, Юр. Параллель. Просто когда, у меня такое ощущение, что он вот это вот все делает, торты, вот это все, такое ощущение, что ему кажется, мне так нравится. А мне нравится четкая позиция у человека. Или он всегда такой, или он же всегда приползает. И чтобы я уже могла определить, нужен мне такой человек, который, допустим, всегда приползает и который меня всегда нацеловывает. Или мне нужен другой человек. А сейчас ты можешь определиться? И непонятно что. Сейчас я могу определиться, что я опять не понимаю Юру, какой на самом деле человек кидается тортами, тут же извиняется, уезжает на поля, тут же приезжает. Мне такое не надо. Катюш, а ты не можешь руководствоваться не такими понятиями, нужен или не нужно. Мне нужно понять, подходит или не подходит, а руководствоваться сердцем. Мне мужчина нравится или не нравится, я влюблена или не влюблена. Это какая-то странная позиция. Хорошо, я скажу, я не влюблена. Мне нравится, но я не влюблена. У меня нет такого, что прям скучала, страдала без него. У меня нет такого. Я это ему сказала, я честно сказала на тейте. А что, почему меня обманывают? Я не понимаю. Да, я не скучаю, да, я не влюблена, извини. Обидно. Обидно ли? Ты влюблен в нее? Да, я это признаю. Очень. Ну, а сможешь ты сделать так, чтобы она тебя полюбила? Как ты думаешь? Или если это чувство не рождается сразу, и неважно, можно потом? Я не знаю, Оль. Ну, когда я увидел Катю первый раз, у меня вот что-то зажглось, какое-то хотение быть с ней, и желание просто делать ей приятно. А сейчас, когда она начинает выводить у меня какие-то эмоции, чтобы я что-то показывал, а потом сама не знает, что говоря, что вот не может определиться, какой человек ей надо, или я не могу определиться. Катя, но определился, я всем дал понять, что ты мне нужна, я больше ни с кем вообще не хочу выйти. Я не понимаю, я вообще ничего не понимаю на самом деле, что тебя не устраивает и как. Твоё поведение непонятное. От одного до другого. Ты уже определись. То ты говоришь, то ты говоришь, что... Не надо делать, как я хочу, Юр, будь самим собой. Да мне всё равно, я такой, как я есть. Почему ты... Юр, когда в последний раз у нас был романтик, прости? Неделю назад. Мы общаемся с тобой уже, мы месяц почти встречаемся. Будет на выходных. Неделю назад. Месяц, месяц. За этот месяц два или три романтика, всё. Неделю назад у нас было. Ты можешь, извини, добиваться, ухаживать, произвести у меня впечатление, вот такое. А не так, а, что ты хочешь торт в голову, на, получай эмоции. Хорошо, Катюша, а ты считаешь, что это должно быть только односторонне, то есть он должен добиваться, производить на тебя впечатление, а ты должна, как снежная королева, сидеть и говорить, да, подавай мне следующий сюрприз. Катюша, ну тут должно быть обоюдное, понимаешь, желание. И пока на сегодняшний момент видно, и, собственно говоря, ты это и не скрываю, что тебе, Юра, не нравится, что тебе просто, ну, тебе так просто сейчас комфортно. Глеб, я знаю, что у тебя есть мнение интересное на это счёт, скажи, пожалуйста. Касаемо Юрки? Да. А, так это, это же переселение душ. Татька ж ведьма, она ж та ещё, как бы, вчера там, ну не вчера, может быть, попозже, какие-то зелья там намешало, как бы, и дух Винцеслава Вержановского вселился, теперь у нас есть Винцеслав Слободян, который кидается тортами. Нет, давай не будем. Ну вот это даже, давай не будем. Если не сегодня, так я всё равно приеду. А если уж честно говорить, такое ощущение, что у нас под Новый год, наши девушки решили, что в Новый год нужно войти амазонками. Что у меня, что теперь, как бы, что, ну вот у меня, слава богу, нету уже, да. Что у Кати, понимаете, они такие все стали крутые, им как бы не нужны парни, они так отсылают, и всё, я не хочу, уезжай, я тебе сказала, что я тебя не люблю, и мне всё равно. Девочки, конкретно к тебе обращаюсь, Катюнь, пойми просто, ладно бы, ни в коем случае не в обиду тебе, ладно бы, толпы бы стояли и кастинги просто заваливались, но вроде пришёл нормальный парень, я не могу понять, зачем ты специально пытаешься парня прогнуть и сделать из него вот какого-то вот парня, на котором начнут все смеяться, ржать, говорить о том, что это как Винцеслав, а вроде нормальный парень, да, как бы, нормально выглядит, и сейчас он приезжает, уже кидает себе в торт, ну, торт, да, в тебе, это бред какой-то, Юра. Тебе это надо? Тебе это зачем? Видимо, надо, Глеб, раз видишь, он рядом с этой женщиной, и вот Катя считает, что это проявление слабости, а я считаю, что отчасти это проявление силы, что он может позволить себе не быть гордым, а может позволить прийти и попросить прощения, он может позволить себе признаться в своих чувствах, и это очень здорово, Юр. А тебе, Катя, хочу сказать, что вот я в который раз, знаешь, в жизни сталкиваюсь с такой ситуацией, что, как правило, люди начинают ценить только, когда потеряют, и это касается всего, любви, отношений, работы, проектов, поэтому, чтобы в итоге не кусать локти, пожалуйста, хотя бы цени то, что для тебя делает Юра, и вам предлагаю сегодняшний вечер провести как-то по-особенному, по салону-дом-место, сделайте себе какой-нибудь романтик обоюдный, не обязательно ждать что-то от мужчины, Катя, могу тебе сказать, что можно и женщине иногда сделать инициативу. Вот это был телепроект «Дон-2». Построй свою любовь! Сегодня Оксане Рязко удалось довести Глеба к клубнику до нервного срыва. Настойчивость девушки выселить его на поляну увенчалась успехом, и теперь жители периметра ждут возвращения Глеба. А претензии Варе к Олегу по поводу его давнего приглашения Кати Колесниченко в городские квартиры привели к серьезной потасовке. И хотя Олег попросил прощения за свою грубость прекращать все контакты со знакомыми девушками, он не собирается. Ну а Юрий Слободян попытался помириться с Екатериной Токаревой. Вот только его непонятное и непоследовательное поведение лишь оттолкнуло девушку. Я не поняла, Юра обратно приезжает или нет? Да. Да? Да. У них романтик сегодня, Юра. У нас полная мужская спальня. Может, и не вернется. Да, может, и не вернется еще, кстати. Ну, сейчас пойдут мириться опять. Какие всего? Торта-то больше нет. Это, кстати, Леша и Сережа надоумили его кинуть с торта мне. Жестко. Серьезно? Я когда это услышала, я просто видела. Подожди, подожди, ну-ка расскажи. Леша и Сережа надоумили Юру. Приехай туда с тортом, набрось от Токарева. Да, они говорят, если она будет в плохом настроении, ты скажи, на, там, тортик, на цветочки. Вот. А если у нее будет плохое настроение, типа, ты и торт. И он, прикинь, сделает. Повел. Идем. Давай. Я прям видела, ему так неприятно было, когда Катя говорила, я не влюблена в тебя. Ну, вот это я, кстати, тоже ни разу не видел, не слышал. Я сижу, она прям на лобном, это говорит, пресек. Ну, а что, ну, как бы, по идее, потому что почему бежала сюда? Не, ну, он-то думал, что она влюблена все-таки. Она ему же такая-то. Он-то в ней влюблена. И мы все думали, значит, и поляну вроде что. Раз уж она его прощает, значит, ну, как бы, там большее что-то. Не, ну, все равно, где-то сказать там в комнате, там, одному-двум. Ну, а тут, как у всех. Не, она же, знаешь, такая, я не влюблена в тебя, извини. Не, ну, мне кажется, что это у них какая-то игра. Не, 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 Катя играет в свою игру, использует Юра, а Юра, вот, видишь, сколько марионетов. Да, он такой же игрок, ему это нравится. Он играет. Сегодня приедет, завтра опять поедет. Мне было неприятно. Да, он играет под ее дудку, понимаешь? Не под свою, не под общую. Да, он может еще мудрее, чем вы думаете, и все продуманнее делает. Ой, да, я думаю, Юра, на самом деле, продуман, значит, что это? Не, Юрка продуман, жертву и себя строит. Не, он продуман, ну, то, что ему было неприятно, это явно. Он не ожидал, что оно так скажет. Просто, знаешь, я как человек делаю салат-селедку под шубой. Я знаю, что приезжает Юра. А Юра какой-то просто трэш какой-то сделал. Он стоял у меня и пугал нормально вот этим вот тортом. Я хочу селедки. Как? Что? Не хочу, не вижу, ты мне фоткать, а не ешь. Я тебе не фоткну. Вы в магазины собираетесь? Нет. Селедки хочу. Под шубой? Нет, просто селедки. Может, съездим куда-нибудь покушаем? Покушаем селедку. Я собираюсь, но, наверное, без Юра все-таки. Ниже. Поехали съездим. Можно? Да. Хватит, фу, Олег. Где веник? Веник около душевой кабинки. Как заходишь в ванную сразу, справа. Боже мой, какая идиотка. Мне все бесит, я не могу. Юра. А? Ты хотел сейчас уезжать? Что? Ты сейчас хотел уезжать? Да. А почему ты передумал? Я не передумывал. А что это шло? Чего решил, помог убрать. Нет, ну просто Глеб уже уехал. Ну что? Ты говорила, я буду ухаживать, буду добиваться, ты потом фыркаешь, опять же убегаешь. Я никуда не убегал, конечно. Опять прибегаешь. Ну, Юра, ну, блин, ты вот, ты, 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 знаешь, на эмоциях, ты вот такие глупости, что ты все, все, побежал, там, знаешь, это свойственно девушкам. Я просто тебе сказал. Это свойственно девушкам. Что не хочешь? Ты мне ничего не докажешь вот этим фырканем и убеганием. Я никуда от тебя не собираюсь убегать. И вообще бегать я больше не собираюсь. Слава Богу. Бросаться тортами я тоже не собираюсь подписываться на это все, я не хочу, я не буду. Молодец. Я действительно не такой человек. Ну, очень хорошо, что наконец-таки ты покажешь себя, какой ты есть на самом деле. И не надо под меня подстраиваться и думать, что мне так хочется, так как ты делаешь. Ты не глупая, ты все понимаешь. Я нигде не подстраивалась. Да, Юра, ты посмотри, ты берешь тапочек на поляне, кидаешь, меня бьешь по попе, там, потом... Помоги мне, пожалуйста. В чем? Солок. Он, по-моему, там нету его. Сейчас. Потом ищу какая-то ситуация его. Когда ты мне снежок на спину сделал. Снежок я сделал, потому что я действительно хотел, блин, тебя как-то... Провоцировать, чтобы ты, не знаю, побегала со мной на улице с тобой в снежки поиграть. Мы обсуждали на лобном токре. Что все у вас точка, да? То есть у вас точка, блин. Мы обсуждали Варю, да. У вас точка. Да, мы обсуждали. А Варя, что просила, сразу маями. Ну, да, в принципе. Ну, как ты хотел? Нет, я отвечаю. Я вот в следующий раз, она будет рыдать, я прямо буду подходить, буду к ней леща ей давать. Чтобы она громче плакала. Мне кажется, что и Варя тоже. Изменяет? Мне такое ощущение, что и один, и второй. Может быть. Потому что настолько легко прощать, но это себя не любить. Она настолько легко всегда все ему прощает, все измены, все вот это то, что застукивает, не застукивает. Прочитала смс-ку, она ее продублировала на лобном. Повторила ее там, что-то там, мне хорошо с тобой вместе, там, думаю о тебе. Ну, что-то такое. Ну, короче, все понятно было с смс-ки, что эти люди либо ночевали вместе, либо что-то там какая-то близость была, понимаешь? А он говорит, это моя бывшая. Скорее всего, это та смс-ки от той, которую вот застукали его недавно, что он садился с работы. А завтра он опять уезжает на работу, понимаешь? И она опять со спокойной душой его отпускает. Значит, получается, она тоже там, порой, когда отпрашивается у ведущих гульбанит и тоже на стороне. Такие рассудники договоренности просто. Правильные отношения, все. Ну что, твоя душенька радуется? Да, честно говоря, да. Варя с Майами ругается. В измене замечен. Миленький. Знаешь, такой муж-патриот замечен в измене. Измена в семье подростков наступила. Только сегодня при чем? Ну реально, я бы вот, например, на премьерную семью, которой уравнялись весь коллектив, я бы удивилась. Ну Майами, которая постоянно изменяла. Сейчас Варя сидит вся в слезах, зареванная. Ну чему там удивляться? Слушай, я бы на месте Майами прошмонала Варин телефон. И Майами бы сидела зареванная, может, нет? Я не думаю, что Варька в этом вот. Она ни разу не поймана была. А Олег на столько раз был пойман. И теперь она сидит, в свое время не пресекла. А сейчас ты чего жалеть? Все. Живи с тем, что есть. Я не понимаю одного. Ну раньше хавала, а тут вдруг неугодно стало. Ну что к чему? Может быть, что если он не уходит и не расстается с Нежной, значит, влюбленный. Поэтому теперь крутить вертеть. Он зависим от него, с моей точки зрения, в плане проживания в городских квартирах. И она поняла, что может погоду там делать. Потому что третье отношение за периметром и вот эти все переписки с той девочкой. Ну это наши догадки в том, в принципе. Слушай, ну из-за смс-переписки было понятно, что он говорит, что у меня тут выходы, я в городе живу. Там в городских квартирах вообще не сахар и денег много тратишь. Кстати, я когда жила, тоже решила как-то, ну просто наугад купила средство для волос, такое другое. Не лошадиную силу, как обычно. И поняла, что я больше так не буду. Не буду больше так. Ну что, вы что, сэкономили на себе, что ли? Ну да, не буду больше на себе экономить. Я сокращаюсь. Что нафиг на. И, кстати, тот шампунь, который был, я потеряла. У тебя сущего нет? И сэкономила, и потеряла, и в итоге на поляне без... Федорина горя у разбитого корыта, все потеряно. У меня-то есть. Сейчас тебе дам. Жесть. Что с головой происходит вообще? Шампунь. Вот вроде же не блондинка. Жгучая брюнетка. На свидетельную силу. Сейчас скажи сюда, ты уже в полный боекомплекте был. Я смотрю, у тебя масочек нормальный. Да, надпитающую маску с вытяжкой из перца и гиалуронной кислотой. Да, спасибо. Иди. Кстати, сегодня гиалуронку делала вот в салоне себе в лицо. Ну теперь на волосы. Ну да. Еще мозги бы мне не хватало. Ой, не помешало бы. За волосами ухаживай. Радуйся тому, что пара, не пойми, опять какие-то там у них разборы. Не, ну особо-то радоваться не буду. Я понимаю, что все, я для себя уже все решила. Ну просто... Ну понятно, что ничего еще сейчас не построишь. Но факт остается фактом, что она кичилась тем, что у нас в Майами живет в городских квартирах. А сущность его не меняется. Григорьева сегодня утром ссорилась с Юрой из-за того, что он удалял свои переписки в сети и телефоне в тайне от нее. Но позже Катя растаяла и сама пошла на примирение с Юрой. Алексей Самсонов недоволен стилем своей девушки Алины и пообещал обновить ее гардероб. Девчонки, обращаюсь в первую очередь к вам, потому что вы будете рады безумно. Но рады, к сожалению, не за себя, а за Алину. Потому что нашу Алиночку Алексей Самсонов обещал просто нашу Алину разодеть с ниточки, с иголочки. Но зная то, что Леша жлоб, и в принципе он не потратит копейки, мы немного сомневаемся. Хочется узнать, что же на самом деле будет. Мне кажется, что тут какая-то несерьезность присутствует. Я вижу, как Леша себя ведет. Я вижу иронию в сторону Алинки. Мне неприятно по-женски за девушку. Пока что еще ничего криминального не происходит. Но я бы не осмелилась поднять такую тему на все услышание по поводу вещей. Мог бы просто придумать повод, придавить платьишко, что-то еще сказать. А ты не могла бы больше где-то наедине не одевать вот эти вот джинсы? А это все так прилюдно вынесено, позорно как-то. Некрасиво Леша себя ведет. Мне кажется, ничего не будет, просто разговор. Ну, я не знаю, позор не позор, но пока Алексей Самсонов решил раскошелиться на кругленькую. Отношения Алины и Леши не будут очень долгие. Ну, вспомните, ребят, все отношения, которые были у Леши долгие, не начинали с того, что Леша рассматривал бренды и говорил о каких-то недостатках. Говорят, что и губы не те, и вещи не те. Конечно, не очень приятно вообще, когда твой мужчина на третий день отношений поднимает тему, что ты как-то выглядишь не так. Но, с другой стороны, у Алины правильная позиция. Любой каприз за ваши деньги. Приодеть ее хочешь? Леш, мужик – это тот, кто держит свое слово. Да, я знаю, что такое мужик. И если я даю слово, и я говорю, что я отвечаю за свои слова, или же говорю, что я даю слово, или обещаю, я его выполняю. Тебя жаба не задушит? Какая разница? Она задушит! Леша, ну я просто, правда, не понимаю, зачем ты тогда… Ну какая разница, задушит, не задушит. Задушит, потому что я уже… Поедешь только потому, что ты мужик, и тебе придется отвечать за свои слова. Ну ничего страшного. Мне кажется, ты уже Алину не хочешь. Уже хочешь, чтобы она ушла скорее на голосование, чтобы только не ехать на следующей неделе в магазин. Ты что? Зачем ты так говоришь? Ты засмеялась, я правда сказала. Знаете, какое вообще Леша прозвище придумал Алиня? Не Алиночка, не Алинушка. Это рыба. Вот есть вопрос, насколько это ласково, и вообще, что это значит, и по каким таким критериям. Это милая Алиночка, блондиночка оказался рыбой. Я так поняла, что просто она не дает никаких эмоций, поэтому я решила ее рыбой назвать. И поэтому, наверное, все утро сегодня выводила всячески Алину вот этими разговорами, цепляними меня, чтобы она хоть как-то уже встала и сказала, ну почему ты при мне ведешь заигрывание с Лерой. Но она как молчала, как сидела, так и сидела. И поэтому, наверное, рыба. А можно я еще про деньги скажу? Скажи, скажи. Слушайте, для начала Леша бы себя приодел, а то уже как бы скоро Новый год, а он все ходит по побережью Черноморскому, в шортах и в сланцах. Вчера ты полдня провел размышления, как же ласково называть Алину. Придумал? Рыба. Рыба? Я научил, да. То есть мертвая как рыба? Нет, рыба. Есть, ну, рыба, я называю рыб, а, рыбка. Да, да? Рыбка моя, да. Рыбка моя. Ну, Алиночка, Алинусик. И обычно, ну, как бы, вот всегда вот, да, чтобы как бы не то, чтобы не перепутать, а, ну, зай просто. Зай, все. Зай. Ну, зай у тебя все были. Ну, я и говорю, всегда так. Поэтому лучше рыба, да, Алина? Чтобы именами не путаться. Глеб сейчас покажет вам миниатюра, почему Алина рыба. Ну, блин. Ну, рыба, давай. Поряд ли, почему рыба? Почему? Молчаливая. Молчаливая и вот просто. Ну, просто в комнате, в аквариуме просто. Потому что он же ее в комнате держит в аквариуме, никуда не выпускает. Как бы она только сидит там, убирает. Глеб, ты что так ерничаешь? А? Что ты так ерничаешь? У меня настроение офигенно. Глебу я вообще понимаю. Он как обиженка, да, вот такой вот. Ну, вот так вот я поступил, он постоянно меня задевает. Он вчера там приехал, все внимание мне весь вечер, да, там, по поводу вещей, по поводу того-того. Сейчас как бы, ну, это, я этому значению не поддаю. Там, Алина говорит, я бы сейчас подала, там, веща подала. Ну, подошла бы, веща дала. Пускай вообще, оказывается. Очень смешно. Три по десять. Мы же мы что-нибудь берем, Глеб? Да. Чего? Не переживай. Не переживай. Стань, Слава, штаны себе засуну. Штаны, я не могу засунуть рыбу, потому что это будет оскорбление к Алексею Сансонову, потому что, ну, как, да? Посмотрите, я Лёше поделу, скажу, Лёша, я рыбу засунул в штаны, он скажу, ты что? Это же моя девушка! Сейчас даже пиво с рыбой не попьешь. Лёша, я вчера пил пиво с рыбой. Ты что, с моей девушкой пил пиво? Очень много стосовок, поеду на рыбалку. А, рыбу мою хочешь покатрить? Ну, какие-то такие вещи. Ужас. Лёша вообще подставил всех сейчас этими, своими формулировками. Глеб, Глеб, уже прекращай творить своё творчество. Это всё очень, конечно, смешно и весело. Но всё-таки Алина... Красота! Девочку до слёзы. Молодцы! Я не говорю, блин, Даш, ну... Спасибо Самсону, который... Ребят, тишина! Алин, ну... Можно я скажу, почему это происходит? Почему? Вот моё мнение, Алин, ты очень нежная, спокойная девочка. Вот, очевидно... Просто выбрала газмой, да? Нет, нет, ты спокойная, он тебя выводит на эмоции. Он сначала там что-то брякнул, она не отреагировала. Он там встал, поподкатывал с другим девчонком, она не отреагировала. Он закусился с Леркой, она не отреагировала. Он её провоцирует, он провоцирует, чтобы ты ему выносила мозг. Ему скучно. Я просто вынесу свои вещи сегодня, не буду никакому мозг выносить. Всё, больше не могу. Ну, я считаю, действительно, не надо позволять себе унижать вот этот стёк такой. Я даже не знала, что делать, смеяться или просто... Вот, мальчики, вот скажите, пожалуйста, вот вы довольны? Свет, просто если говорить на эту тему серьёзно, то действительно, понимаешь, как бы не очень приятная ситуация получается. А как говорить серьёзно на эту тему, то, что человек, понимаешь, ей рассказывают о том, что он девается, как лохушка. Понимаешь? И касаемо рыбы, это просто стёк, это юмор. Потому что лучше к этому относиться с улыбкой на лице и как-то это высмеивать, чтобы не было каких-то больших проблем. Я просто устала. Честно, ребята, я не могу каждый день, да, вот, сколько, если нахожусь всего, да, там, несколько дней, но каждый день, то одно, то второе, то третье. Я не буду больше ничего делать. Все честно, говорю, я переезжаю обратно, я не хочу. Просто поговорить с Гошей? Да и не, что говорить, он глупый мальчик, он же взрослый мужик, что с ним говорить? Я не буду там с ним сидеть за ручку, взять, вот, Лёша, мне так, так неприятно. Он взрослый мужчина, он должен понимать, что приятно, а что нет. Мне кажется так. Ну, что сделать, действительно, ты считаешь? А что ты для этого сделал? А что сделать, чтобы ты полюбила, поняла, что всё будет хорошо, что я люблю тебя? А вот как ты считаешь, я люблю тебя? Да, ответ серьёзный. Моментами. В смысле, моментами? Ты меня любишь. Иногда люблю, иногда не люблю, да? Угу. А как так может быть? Потому что я иногда люблю, иногда не люблю. И вообще, почему я сейчас с тобой, как ты думаешь? Ну, вот почему я вообще с тобой? Не знаю. Много девчонок, правильно? Да. Все не страшные. А почему я с тобой? Не знаю. Почему ты со мной? Ну, я тебя спрашиваю. Ты сейчас на что намекаешь? Ты хочешь приключиться? Нет. Ну, вот я просто у тебя спрашиваю, почему я с тобой? Ну, потому что я хорошая, красивая, классный характер. Хороший человек, на самом деле. Но я не каждому раскрываю с хорошей стороны. Ну, ты же меня с хорошей стороны раскрывалась, да? Вот. И поэтому ты меня полюбил за это. И что мы дальше будем делать? Я тебя вот сейчас полюбил. И что делать дальше? Ну, значит, ты должен делать так, чтобы я тебя полюбила. Ну, вот как мне это сделать? Ну, как мужчина делает, чтобы женщина его полюбила? Я не знаю. Быть хорошеньким, чтобы... Это как-то не мое. Как не твое? А, ты плохой? Не, просто... Быть плохим я не люблю. А какой ты? Не знаю, куда деться. Ну, какой ты на самом деле. Будь с самим собой. Леш, она сейчас плакала. Она каждой день плачет. Ее затравили из-за тебя, из-за твоей рыбы, как ты ее назвал. Это мне пыльнор советовал. Глеб, а что ты... Алина, идти к тебе говори. Алина, а что ты вчера не плакала? А что ты вчера не плакала? Леш, мне кажется, она не плакала. Не, а что вчера не плакала, когда... Не знала некоторых подростков. Когда некоторых подростков, когда мы сидели с Пынзарем, и он, и я тебе говорю, рыба... Я не думаю, что ты мне такое прозвище придумал, и так меня называешь. Я сказал, мы вчера с Пынзарем с того разговаривали на эту тему, и мы ржали над этой рыбой. Рыба, ты стоишь, наливаешь суп и смеешься, а сегодня ты плачешь. Так я думала, вы обсуждаете, какой-то Камеди Клаб, все, что-то там, какие-то крокоделеночки, там, все эти приказываются. Я говорю, крокоделеночек или Дену Завреночек, это с Камеди Клаб, а вот это то, что рыба, это Пынзар сказал. Я сам-то рыба, понял, селедка, блин. Ой, блин. Леша, не поговори. Да о чем разговаривать, я не помню, если он каждый день плачет. Леша, моя девушка плакала. И что? Слушай, ты не разбрасывай себя с отношениями. Нет, на самом деле, это просто как блёшка. А я ничего не говорю, что, я не говорю тебе ничего. Не надо её воспитывать, Леша, ты себя лучше воспитай. Кто её воспитывает? Ну а что это называется? Кто её воспитывает? Ему не нравится, на самом деле, что она всё время... Аня, давай ты не это, вот ты вчера взяла, ты достала своё, иди, заткнись лучше, блин. Что ты на меня орёшь? Рот свой, заткнись. Что ты на меня орёшь? Потому что ты достала, как постоянно подсаживаешься ко мне, и как ты адвокат. Слушай, я сейчас с Дашей разговариваю. Это не ты с Дашей разговариваешь. Даша со мной разговаривает, понимаешь? Да, пошёл, иди. Встал-пошёл, сейчас ты пойдёшь отсюда, понятно? Ну хорошо. В сугроб пойдёшь, рот буш открыл. Я вот сколько здесь нахожусь, я уже устала, как бы быть козлой отпущения какого-то. Чем быть? Если ты хочешь в отношениях, чтобы я была терпима, я это не козлой, козлой. 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 Просто как бы постоянно, ну вот я как-то, не знаю... Склонение не идёт, есть козёл отпущение. Для поржания, ой, для поржать, там, объект для, не знаю, для нас мешек каких-то, потому что только есть, а все эти дни, сколько я с тобой, да, вот постоянно, все меня высмеивают, мне это надоело. И что дальше? Значит, стоять с твоей подачей, вот представь, братья шмотки, это твоя подача, братья рыбу, твоя подача, я тебе что плохого сделала, я не понимаю. Так что же, ты что не пойму, эй, это наши с тобой отношения. Я что тебе сделал плохого? Скажи мне пожалуйста. Ты мне будешь слушать или ты будешь мне базарить? я тебя спрашиваю. Это те perspectives. Ты мне послушай, это наши с тобой отношения Плохого ты ничего не сделала Это наши с тобой отношения И ты просто-напросто Ведешься на мнения Которые высказывают Мне главное, что у нас в отношениях Мне не главное, кто что подумает Кто что услышит Кто что перевернет Или еще что-то Если будет задето честь и достоинство Наши с тобой отношения Естественно, я это не пропущу А если есть какие-то шутки Стебы Надо мной так же пынзарь смеется Еще что-то Знаешь, когда сначала Я с ней объяснила Когда мне сказали уже в утрешней ситуации Все, одно ко второму, к третьему Сложили, знаешь, такую определенную картинку Я действительно стала чувствовать себя дурой Ты вот скажи Ты вот выглядишь Вот такой вот, как ты сейчас сказала Когда ты ведешься на мнение Тебе не легче было бы Не показывать И не выглядеть полной дурой Там стоять плакать Не показать виду А прийти к человеку С кем ты живешь С кем у тебя отношения И задать ему вопрос Ты агрессируешь сразу Ты агрессируешь А я агрессирую потому что Я ненавижу, когда Ты сначала повелась на общественное мнение А потом задаешь мне вопрос И когда у тебя уже нервы Понимаешь на исходе Ты плачешь там стоишь Ты говоришь, сколько здесь Можешься, постоянно плачешь Постоянно плачешь Я не знаю, это ненормально Ну вот мне тоже так кажется Ну перестань это делать В смысле перестань В прямом смысле Это ненормально Я тебя сейчас обосновал Я тебя сейчас обосновал Все Вот я тебя сейчас все обосновал Как есть на самом деле И тебе нечего сказать Потому что я прав полностью Полностью прав Я ни в чем не виноват Я полностью прав Сейчас что-нибудь хорошее Алексей Ну расскажи Что же у тебя в отношениях с Алиной Все у нас хорошо с ней Что? Ну расскажи как хорошо Мы порадуемся Расскажи как хорошо Мы порадуемся Ну что? Я сказал Она сделала выводы Вчера Да вот после лобного Мы с ней поговорили Она сделала выводы О том Что Не нужно И не стоит вестись На мнение коллектива Рыбой я больше ее не называю А как теперь ты ее называешь? Как? Никак Я ее называю Алина Алиночка Рыбка могу назвать То есть мы можем все порадоваться за вас Нет, все нормально Все не переживайте У нас с ней все хорошо Не больше ничего Тебе не тревожит твою душеньку? А? Больше ничего не тревожит твою душеньку? Больше ничего не тревожит Сейчас только должно показать Время Будет она ли курить или не будет Там чуть попозже Я уже объяснял Что мы поедем Ей стиль ее там менять Да, там покупать Через неделю мы помним Уже чем меньше Чем через неделю Ты ездишь ее покупать Вы помните, да? Да, да Мы все помним Вот Обидно, конечно Что такая память у вас хорошая Ну что ж Я поздравляю Алексея А вам всем Подождите А сейчас поздравлять У него в очередной раз Разводящая девушка Че с меня Ты че ведешься тоже Тебя подписают Глеб Глеб Не ревной Не ревной Подождите У него были нормальные побуждения Ты че? Она тебя сейчас разводит На полстышок А ты ведешься на эту тему Пришли коллектив Вы на пацаны нагрузили У него хоть какая-то девушка У тебя пока никакой Подожди Алина могла сказать Алина могла сказать На одном месте Да мне ничего не нужно Нет А то не отвезли Хорошо Глеб Глеб просто завидует Я хочу объяснить всем Я хочу просто объяснить Вот Глеб тебе Сколько в жизни раз Я встречался с разводящими Миллионы раз Но ни одна не смогла меня развести И здесь я хочу сам Немножко развестись Чтобы испытать Что это такое Может быть мне это понравится Реально понимаете Ты че говоришь И все Глеб сам хочет Разводить В любом случае Ребята Давайте порадуемся За Лешу Глеба Не завидуй Пожалуйста И на твоей улице Привернется Как кто там Праздник 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 С пряниками А мы идем Устраивать ультиматумы Алерии И Анечке Слышь че Моя Смотри Девчонки меня оценивают Да какие высокие баллы Обо мне пишут За что девочки любят Майами За характер Видишь Ты себя отмечают Вне внешность Да Мнение остальных женщин Почему Не важно Что я о тебе думаю Для меня Я тебе скажу Что важнее всего На свете Что думаешь Во мне ты А это так Просто бонусом Баллы мне Какие выставляют Мне не важно Что о тебе думаю О друге женщины А что тебе важно Мне важно Ты мне важен Ты Плохой иногда бываешь Убросно А ты мне важна Да Ты мне Ты думаешь Мне вот этого Кашубина Нужна Ты думаешь Мне что С Ежаном Или вот С Женем Мне кажется Очень важно Мнение Кашубины Нет Мне ничего не важно Честно Я тебе скажу Мне важно Что в наших отношениях В наших отношениях Дай бог Все как надо идет Прекрасные романтики Все по-настоящему Прекрасные романтики Прекрасные романтики Которые я тебе сделаю Да Какие комплименты Ты говоришь На этих романтиках Вчера Алина Алексеева По собственной инициативе Ушла от Леши Самсонова Она не стала скрывать Что парень Перестал ее интересовать Во всех отношениях А сегодня На поляну приехал Евгений Кузин Все ребята были рады гостю И лишь Глеб Клубника Не захотел с ним Даже поздороваться Привет Здорово, Ксения Проездом из Парижа в Нью-Йорк Нам заехал Евгений Кузин Почему Вот только твой друг Единственный Который не рад твоему приезду Причина По которой Глеб Действительно так настроен Или не настроен В мою сторону Я реально ехал Как бы Я позвонил Узнал, что он на поляне Я правда очень обрадовался Но как бы увидел Вот такую встречу Ты тоже не лицемель Ты тоже не лицемель Ты несколько недель назад Ты сейчас говоришь Абсолютно спокойно Касаемо там Да, то, что Ксюша Если там я песни пою Ты абсолютно спокойно В доме Гулины Александровны Говорила, что ты меня тоже Знать не знаешь Зовут меня никак И со мной общаться Так же не хочешь Хорошо, я могу А сегодня ты плечаешь Говоришь Я так по тебе соскучился Жень Нет, я соскучился Я отвечу за эти слова Я говорил Я не так говорил Но я говорил Связаны такого рода слова Говорил в тот момент Когда мы с тобой разругались Когда ты Когда я открылся этот магазин Вот когда произошел этот конфликт Понимаешь И ты говорил И мы много чего друг друга наговорили Но нам не 15 лет Мы очень много с тобой, Глеб На самом деле прошли И хорошего, и плохого И в большей степени В больших случаях Мы в плохом очень часто находились вместе Понимаешь, друг друга не бросают Друг друга не покидают Мы много друг другу что наговорили Мы много что И ты наговорил Мне тоже очень много что там рассказывают Но я не беру это Потому что я понимаю Что существуют моменты амбиции Существуют моменты эмоций Существуют моменты недопонимания На самом деле Ничего такого Странного нет Если чувак на самом деле Подставил Кузин Подставил Глеба То все понятно Почему он с ним не общается Спасибо Он же сюда все равно идет Видишь Он сюда пришел не к Глебу А потому что соскучился по ребятам Может быть и по Подуманному Ну да А не за то, что Глеб сюда пришел Пришел Если бы он соскучился по Глебу Они бы за периметром где-нибудь встретились Мне кажется, он наоборот не рад, что Глеб здесь Да Ну вообще да Ну при таких-то Ну и сейчас вот Кузина вроде Когда все у нас нормально Все нормально А когда Грин Александр в гости приезжал Глеб тоже порафинил Грин Александр рассказывал Глеба порафинил, да? Угу Просто не знаю Говорят, у него взрослые мужчины, да? Они могут в глаза друг друга ничего Высказать о своей неприятности Не, ну У Кузина есть такая фишка? Не, ну Кузина Если он там что-то говорит За периметр плохой То ты, ну и здесь, скажи, в лицо Человеку Ну вот, вот Потому что там тот-то, тот-то Ты там неправ Может быть поговорили бы И решили бы все конфликты И помирились бы Согласен В работе в чем-то не сошлись За периметром Я правильно понимаю? Пришли какие-то люди здоровые Понимаешь? Представившиеся людьми Бандитами Проще говоря Пришли сказать Что мы хотим Глеба побить Потому что нас отправил Женя Что это из-за Глеба Закрылся магазин этот На рынке Вот я это услышал сегодня Я не знаю Может быть я опять же неправильно услышал Но для меня это действительно шок Потому что Но это Но это уму непостижимо Все знают Женю Кузина И все знают прекрасно Что я Во-первых Я так никогда не поступлю По отношению к тебе Я еще раз говорю проще Я объясню проще Ксюша Тут как бы не в этом дело Это все нюансы Расскажу просто по-другому Поступки И какие-то жизненные Ну какие-то действия Женины по жизни Почему-то отображаются на мне В неприятных ситуациях Мне это просто неприятно Мне не нравится то Что какие-то жизненные действия Которые там делают ему проблем Как бы становятся и моими проблемами В том числе Ксюх не первый раз действительно Происходит так Что из-за меня Из-за нашего с Глебом Общения Происходят у него какие-то неприятности Это не первый раз Это там уже Ну частенько происходило Ну хорошо Я тебя услышала Что Глеб скажет на это все Что это за общение К чему оно приводит Я считаю что В принципе Лучше тогда и не общаться Этого общения и так нету Оно и так не происходит Хорошо В любом случае Глеб не хочет сейчас мириться И он настроен таким образом Как он правильно сказал Заставлять я никого не собираюсь Если бы вы захотели Вы бы помирились Давайте поговорим О сегодняшних событиях И последствиях Вчерашних и позавчерашних дней Алина вчера собрала вещи И съехала от Алексея И понимаете Как аргумент Она приводит То что С Лешей неинтересно Что ни днем с ним Ни о чем поговорить Ни ночью Более того В постели с ним Неинтересно Вот такие вещи Говорит Алина Леш Я даже не знаю Вообще То ли это повлияло Вчерашнее Привольное поведение С Лерой Мастерко Когда вы Трогали друг друга За свои гениталии Бегали друг за другом То ли еще Какие-то моменты Ну скажите мне Пожалуйста Что происходит Леша Что происходит Начни Девушка Недовольна Девушка Она обижена Я не знаю Что сказать Нормальная девушка Просто Не знаю Ну Я вот Я просто Может быть Говорить сейчас Будет что-то Как-то я не так буду говорить Да Я вот Лерка вчера знает Я к ней подходил Делился с ней У меня пропала тяга к ней Ну расскажи мне Пожалуйста Что вчера Произошло Ночью Что вы поругались С Алексеем И ты от него уехала Ксюша Собственно говоря Вообще ничего не произошло Просто Мы с человеком Вообще не общаемся То есть мы Да Ложимся спать вместе Просыпаемся Ну Там Мы сходим на зарядку Если так получается Вместе Приходим Все Я его не вижу Где он Что он Проводит время С Лерой Мастерко В мужской спальне Сидя с приставкой То есть где угодно Но не со мной Мне не хватает общения Мне не хватает внимания Я просто устала Я не хочу больше Скажи мне пожалуйста Ну вот На самом деле Многие девушки Как Леша рассказывает Сходят по нему с ума Все хотят с ним встречаться Все хотят его А ты получаешься Отказываться От такого молодого человека Или это все больше Лешина рассказа Просто Мне кажется Это все больше Лешина рассказа И Леше так хочется Чтобы так было На самом деле Это не так На самом деле Ну честно У Леши Красивая оболочка Красивая фигура Красивое тело Он внутри Он пустой То есть так Я не знаю Может быть есть девушки Действительно Которые там В него влюблены Но я не увидела Ничего такого За что Лешу можно влюбиться Простите Но мы свидетели с Леркой Мы живем Этажом ниже И ребята говорят Что простите Мне стыдно У них был один раз Но на самом деле Мы то слышали Эти убийственные Стуки Один раз Две ночи Подряд Один раз И просто Леша Хорошо Значит один раз Было Второй раз Имитировали Дальше Вот И просто Алинка Действительно Говорила Что Никакой фантазии Какая фантазия Ладно Нет Но мы то слышали Что у тебя все Одна сходит Фантазия Какая может фантазия С нелюбимой девушкой На пониженной работа На пониженной Что делать Кать Что еще Говорила Алина Я так поняла Что он имел ввиду Что ты не могу Ну как бы Неповоротливый Немножко неуклюжий Может обоюдно Деревянный Самсонов Деревянный Нет Нет Не бревно Можно по-рубке сказать Бревно Бревно Черенок Может это просто обоюд Нет Не бревно Подожди Кать Договори Леха бревно Нет Я такой Как мужик Постели Может быть Бревно Как Я лежала Как бревно Мы тоже Уделяемся Тем более Самсонов Это как так получилось Он бык по тесту Помнишь Она говорила Что он ее даже Ну как-то не зажег И что Ее не понравились поцелуи Не понравилось волшебство То есть Вот так Критика полная Ходит слух Что вот если У тебя Там допустим Сексуальная жизнь С Алексеем То все От него Потом Отстать невозможно Как же ты отстала Мне наоборот Не понравилось Ксюш Ну так между нами Ну просто Ну как-то Я не знаю Ну когда вот есть Глаза горят Там да И руки делают А действительно Да там Хочется мужчина Хочется к нему Ты что Нам прям мир-то рушишь Я что-то понять Не могу Вообще То есть Ты хочешь сказать Что Алексей Самсонов В постели никакой Не то что Нет Просто может быть Мне вот Он не подходит Я Мне не понравилось То есть Ну просто У каждого человека Каждый человек индивидуальный Значит он не мой мужчина Я поняла тебя Алина Спасибо большое Они вдвоем поспешили И поэтому Вот это вот обоюдное Что он Что она Походу Ничего не понравилось И поэтому Сейчас друг друга засажут Ну мы реально Леш Как будто заболели В этот момент Морской болезнью Вот эти вот характерные Стуки со второго этажа Я говорю Кать Меня укачивает Я-то что Я сидел Я сидел В компьютере Играла музыка Играла Я сидел Только пяткой Играла А музыку танцевала У тебя там пятка Это пятка Вот так я сидел Танцевала Ирина Александровна Да Ну вот а вы слышали А что девушки Как-то недовольны Леша Ну я могу сказать На вкус и цвет товарищей Нет И вообще Когда без чувств Начинаешь заниматься Сокровенным Это вообще неправильно Это аморально Согласен Абсолютно И поэтому конечно Может еще что-то Не понравится Потому что Такие вещи Они обычно совершаются Как Почему говорят Заниматься Любовью Потому что это любовь И тогда все будет нравиться И размеры И темпы И все остальное Потому что Это родной тебе Человечек Который ты обожаешь Тебе злиться Я вот уже хожу Не за что Я вот уже хожу Вот пытаюсь специальности Думаю Блин Вот нет А ты со мной Поздороваешься сегодня Или нет Да меня бесит Этот момент Что это Не то что бесит В смысле Нет А ты должен Дело не в том Что Как ты так и делаешь Я даже маме Не могу Я даже маме Не могу сказать О том Что Когда у меня мама Спрашивает Что там в жизни Говорит О нормально Общаемся Все ровно Я даже маме Не могу сказать Что мы с тобой Перестали общаться Ты не расстраивай Она тебе опять Втыка даст Потому что мама Мне всекет А ты А ты уже должен был Сделать выводы Глеб Что мама добра Маму чувствует всегда Людей С которыми Не стоит общаться Я смотрю на тебя И вот это там Сразу Люську вспоминаю Маму твою Дядьку твоего Ну вот ответ Понимаешь А этот А этот Лубянку Лубянку Да Икиманку Икиманку Да мы уже Ставим Не занимайся бредом Нет мы не здоровы Это вообще ерундой Нет Давай я заново зайду Давай просто заново зайду Нет А ты жрю А ты будь в образе Ты ж можешь Нифига себе Мы в жопу Да Я еще неделю назад писал сообщения Стирал два раза Правда стирал Думай нет Я не переселюсь Я не отправлю тебе такие слова Я все твои сообщения В интернете Сразу Как дела у тебя Да нормально А ты что жив Ты до сих пор Что нового у тебя Да я не в жопу Да что новое Друг у меня Есть один О так ты песню напиши Прямо Заселилась Она согласилась Она льва в кровати Она согласилась Закрыть камеру Она Максимова Я сказала Что вы оба не правы Что она Почему я мужчина Нет Что она про тебя говорила Какой он Ну зачем ты с таким связывалась Понимаешь Тогда в таком случае Она не такая уже девственница Которая такая Прожитуха И ты знаешь Ну захотелось тебе волшебства Но ты лучше перетерпи Чем вот так вот Обиженные потом слухи Еще что-то понимаешь Да это все фигня Это я вот говорю Я лег с ней И я вот отвечу На камеру И я лежу Смотрю телевизор Ой ну 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 А смотрю вот так вот Лежу Смотрю Понимаешь У нее рука здесь Она не обняла Ножку на мне закинула Да И сама что-то И сама что-то вводит Вот здесь там Гладит-гладит Гладит-гладит Я понимаю Что ты Ну Что-то уже прям Начинает там как-то Что-то работать Вот И это Компас Да и все И вот После этого Мошло-мошло Просто понимаешь Зачем саму Представить А потом Ну давай сегодня Уже я все Да Узбудился Ну давай не сегодня Давай может завтра Для приличия Слушай ну она Первую ночь Когда уходила Она тоже Я не трюс Но я боюсь На таком случае Что ты идешь Вот я не понимаю А у Леши Самсонова Беда От него уходит И эта и та Единственная Кто от него не уйдет Это спортзал Что происходит у Леши Узнаем Оли Бузовой Ну а сегодня Действительно Для Алексея Самсонова Трагедия Алексей Самсонов Теряет формы Во всех Понятиях Этого смысла Но об этом Мы поговорим Чуть позже Сейчас хочется Поздороваться С Женечкой Кузиным Которая приехала К нам На лобное место Приехала к нам На поляну Женька привет Здравствуйте Привет 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 Олечка Рад тебя видеть Сто лет тебя не видел Я лицемер Привет Женька Расскажи пожалуйста Ты к нам надолго? Да нет На три дня Олечка Ну а по Глебу Соскучился? По другу Своему лучшему Соскучился? Соскучился Соскучился Оль Ну ехал Правда Соскучился Рад его видеть Сашку Рад видеть Но вот с утра Вы не разговаривали А к вечеру Ну с утра Не разговаривали Но мы поговорили Вот И мы Мы шутим Мы улыбаемся Ну что Глеб Скажи мне пожалуйста Трудно на Женю злиться Когда он рядом? Трудно Это да Это невозможно Это нереально Как бы Ну просто да Лапулька Пойду к лапульке Сяду Он просто ну Как бы До такой степени Он уже стал родным человеком Как бы у нас И Мы знаком У нас и родители Мы знаем друг друга родители Они Они Родители Мне лично Мне было Мне даже было Вот Выткнусь пожалуйста Спасибо Вот Да Вот Нет Такая ситуация Я другие пальцы Другие Такая ситуация Что просто Мне действительно Когда мы там Женька поругались Я даже маме не говорил Потому что у меня Мама бы расстроилась Если узнала Что мы Жене не общались Мама вся страна расстроилась Когда узнала Что вы с Женькой поругались Ну в общем Невозможно На него злиться Как бы Ну и слава богу Помирились Так помирились И меня это радует А другой человек На проекте Так же рад Как и Глеб Появлению Жени Кузина Ирина Александровна Как вам Как вам видеть Бывшего зятя? Вообще отлично На таком Мы с Женей уже давно Хорошо общаемся Поэтому Нет никаких Обид Давно уже Мы так перестали делить Нам делить нечего Да, как перестали делить Женькины последние штаны И так Скажите мне пожалуйста Ирина Александровна В гости Не хотите пригласить По былой дружбе? Переночевать Например Вип-дум? Да Не вопрос Пожалуйста Жень Я тебя официально Приглашаю сегодня На вкусный Сливочный Рыбный суп Я тоже хочу Ну что ж Суп уже Женьки предложен Мне кажется Что он только О сливочном Рыбном супе Сейчас и думает Ну а мы тем временем Переходим К главной проблеме Сегодняшнего дня К горести Нашего Альфа-самца Точнее Наверное Это уже Альфа-самец В прошлом Потому что Впервые За всю Историю Проекта Леша Самсонова Бросила Девушка Давайте все-таки Услышим Ту роковую женщину Которая бросила Алексея Самсонова Алин Скажи мне пожалуйста Почему? Суть проблем в том Что мы просто Разные люди Как бы да Я Ну Поняла что Видимо Леша Не совсем со мной интересно Да и мне тоже скучновато А был поставлен вопрос Сегодня То есть Да как Это так Ну Вообще У девушек У которых было там Волшебство Некое Они никогда не могут Бросить от него Уйти Они как-то этим Привязаны к нему Что я сказала Как бы ну Я ничего такого Как бы сверхъестественного Не увидела И поэтому У меня нет такого Что я буду держаться Какой-то волшебство Ты представляешь На всю страну Алина сейчас Правду сказала Что ничего там Особенного нету Парень устал Ну не на одном же сексе Строятся отношения Ну да Пускай он в постели Плох Но есть же душа Есть же Другие какие-то темы Ведь не только Секс тебя должен Интересовать Вы так все выставляете Оль Ну какой господи Да естественно У меня не только Это вообще бред Это просто Привязали какую-то Чушь вообще К нашему расставанию Да вообще Я не понимаю Просто ну разные Леша нужна Девушка с обложки Да мне нужен Более заботливый Мужчина рядом Вот и все Ну что ж Алиночка сейчас Немножко стесняется Говорить Но я знаю Что ее мнение Поддержали другие Участницы нашего телепроекта Например Катя Колесниченко Которая тоже Начинает развеивать Миф о существовании Альфа-самца Алексея Самсона Ну в общем Вы понимаете Мы живем просто снизу Как раз таки Под комнатой Бывшей Комнатой Леши и Алины И мы с Леркой Как-то Ну обычная ночь И тут звук Мы определили Что Леша Имеет только одну скорость Вот И собственно говоря Мы Мы его Алинке спросили Что маловато фантазии Ну как бы Да То есть маловато фантазии Где-то может быть Где-то немного неуклюжь Что еще в нем не так Ну Леша говорит Слюнявое бревно Слюнявое бревно С большим ртом С большим ртом Так Который Задватывает все вместе с носом Слушайте Мне смешно Ребят И плакать хочется Если честно Я даже не знаю Лерочка Мастерко Ну вот ты как-то Сегодня тоже присутствовала При этом разговоре Но Но не пыталась Твоего друга Как-то защитить Ну он открывал На 15 градусов Нормально Потом просто понимаете В тот момент Когда он открывал На 15 градусов Он потом начал есть Четырехэтажные бутерброды И когда он стал целоваться С девчонками Он представлял Что это так же Тут бутерброды Открывал И во всю мощь Как крокодилы рот И поэтому Меня миловала Вот эта вот Вся ужасная Сущность Леши И поэтому Меня все устраивало Но потом пошло Может как-то поехало Вчера ты говорила Что при такой скорости Тебя укачивает И изображала Эту скорость Алексея Самсонова И говорила Что если бы С такой скоростью Алексея Самсонова Делал с тобой Или кто-то другой Тебя бы укачало Я хочу сказать Что это зависит От второй стороны И если он ехал На пониженной скорости То видимо Дорога была Дорога колдобистая Я не могу это слово Хорошо Ахметься еще Какая дорога колдобистая Это что значит Нет Ну подождите Секс вообще-то Зависит еще И второй стороны тоже Давайте девочки Сейчас Подскажем Алексея Самсонову Что ему можно Исправить Итак Лера Какой ты вот совет Я вообще считаю Двум сторонам Нужно дать Сойти Если вы сразу Видели Что вы не герои Своих романов Не нужно было Заходить так далеко И поэтому Алина отзывалась Алина отзывалась Алина отзывалась Алина отзывалась Что он козел И быстрее заскочила С него И ладно Мужчина Который снова На животном инстинкте И у них количество А у девушки Качество И поэтому Ну не надо С огня до в полымя И делать из себя Тут тоже девственницу Македонскую Которая Заселилась И сразу Даже в ночь Отдалась Вот и все Поэтому сразу Приступайте к этому Моменту с головой А не с другим местом Думать Ну что это в уличной Сегодня сидела Молчала Ничего не говорила Там сидела Хихикала То же самое Что ты не говорила А что мне плакать Нет ну подожди Ты заявила Там уже Заявила на все странному Что ты была С двумя мужчинами Отдаешься Тут же Самсонова У тебя забыло спросить Когда мне это сделать Я бы вообще С ним не заселилась И соскочила бы С этого заселения Надо было к тебе Прийти и спросить Когда мне это сделать Вот и все Соответственно Там не два А двадцать два Спасибо большое Оксана У тебя есть совет Для наших мальчиков И непосредственно Для Лесы Конечно есть совет Для двух бруталов Одного большого медвежонка Для второго Поменьше Ну так вот Глебушка Теперь я хочу посоветовать Больше прелюдий Больше делать того Чтобы женщину заводить Чтобы женщина захотела Тебе Куда заводить Заводить А заводить Заводить Так вот И скорость свою Пожалуйста Двести километров в час Надо выключить И сделать чуть поменьше Как мы ездим Я быстро Я ферраги Ты помни Я ферраги Я такая ситуация Я черепаха Катюш Может быть сразу О Юре поговорим У нас все прекрасно Чтобы Лешке не было Таковида Ты понимаешь У Леши род 90 градусов Глеб на скорости Двести километров в час Я сейчас просто хочу Может развеять У меня будет мнение Абсолютно другое Противоположное А девочка Алина Почему мы ей должны верить Которая говорила Что я никогда в жизни Не буду так быстро отдаваться И отдалась на второй день Нахождения на проекте Леши И естественно Леша тактично Не говорит Допустим Что она лежала Как бревно И естественно Любой мужик в дятла Превратится И будет долбить в него Поэтому извини Алина Но мне кажется Проблема только в тебе Что ты не возбудила В Лешу Именно того самого Мужчину Леш Ты может быть скажешь нам Кто ты на самом деле Какой ты на самом деле Олечка Я не хочу ничего лишнего Как бы ляпнуть Да Я просто одно скажу Что Если мне девушка Симпатична И мне ее хочется И если это все происходит Все поцелуи Иньки Мне через силу Да Там не разбивая Свои какие-то стереотипы Да А оставаться При своих стереотипах Стереотипов Могу сказать Что Что сказать Что Что нормально все За 27 лет Да Там если Две девушки Которые обиженные Сказали какое-то свое мнение Да Которое не является правдой Но в этом ничего страшного У нас на пути по жизни Попадаются И такие люди В этом ничего абсолютно Ну страшного Ваши отношения с Алиной Закончены Я правильно понимаю Конечно Это пропускается Сейчас скажу Это пропускается мимо ушей И все Ничего страшного Все нормально Ну хорошо Последний совет Молодому Начинающему Альфу Самцу Стареющему Алексею Самсонову Дыхлеющему Олег Майами Конечно Когда все с любовью Да С теплыми чувствами Это намного лучше Теплее И офигеннее Но если ты офигенный В сексе в постели Ты будешь офигенный Со всеми Понимаешь И не будешь так оправдываться Что Ну она мне не нравилась Как бы Ну это бред я считаю У меня вот никогда Девушке не жаловались Ой Вот это вот Обязательно надо поскать Чтобы Самсон Чтобы Самсон Просто локти Себе начал грызть Если ты на высоте Ты будешь на высоте Со всеми На самом деле Здесь можно согласиться Потому что Если ты профессионал То ты профессионально Во всем и везде Ну что ж А мы Вообще вот в этом плане На расслабоне постоянно Каком? Ну вообще вот Касаемо там Секса Касаемо там Отношений То есть Ну У каждого свое мнение И Что-то кому-то доказывать Вообще не имеет смысла Ну да Каждому своему Ты просто сделала еще другие выводы Ты просто Теперь прежде чем Что-то говорить Всегда Помни о том Что Тебе висит микрофон И на тебя смотрят камеры Но это 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 30% А 70% Не надо девочкам Трындеть вот этим Ты думаешь Они все подруги Да им плевать Они готовы Сожрать тебя будут Жень Я вообще Ничего такого не говорю Я только Ксюшкой Бородиной На тетете Хорошо Сделай выводы Что достаточно было Сказать этой фразы Чтобы Вот Но с другой стороны Ты должна радоваться Тебе говорят Поэтому радуйся Просто В разном свете Могут говорить о людях Не прав А мы тебе там все Совершая тот же самый поступок Вы Делаете Вот Абсолютно тот же момент Нет Пускай он прочувствует И как можно говорить о какой-то морали Говорить о том Что это неправильно Если вы изначально совершаете Так же неправильно Осознанно Глеб А это даже не месть Пока человек на себе не прочувствует Каково это Он никогда в жизни не поймет А что он на себе прочувствовал Я на себе прочувствовала А что он Я поцеловалась с ним Мне не понравилось Я заткнула рот на замок Чтобы его не видеть А он начал обо мне гадости Рассказывать Вместе Я устала Я устала смеляться После рассказа Леши Я понимаю Что тебе обидно тоже Тебя задели А меня все забыли То, что я люблю Быстро заниматься Без прелюдий Ну да Я так могу Можно я скажу Или ты будешь говорить Поговори Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова